Всем добрый день еще раз. Мне очень приятно, что вы все здесь присутствовали и пришли. Если честно, то я так понимаю, что тренинг будет немножко другой, потому что я сам немножко сильно изменился за 2-3 месяца. И это уже я сам замечаю. Это не только то, что я похудел чуть-чуть, но это что-то внутри поменялось, и поэтому сегодня будет все немного иначе. Давайте несколько правил. Будет такой вопрос-ответ, и желательно, чтобы все говорили в микрофон. Девочки будут поднестись в микрофон, и мы будем задавать вопрос, и будем так вести коммуникацию. Для того, чтобы задать вопрос, просто поднимаем руку, и потихоньку будем работать в зале. Но это будет чуть-чуть позже. Мы с утра, вот в первой половине дня, немножко пройдемся по взаимоотношениям в семье, по семейным отношениям. Пройдемся по отношениям с детьми, наверное, немножко, да? Дети у всех есть? Поднимите руку, у кого дети. Ну вот, да. У тебя нету? Будет. Будет. Вот, немножко по детям пройдемся, немножко пройдемся по дозволению себе вот добилия, денег и так далее. Вот это вот всего. И после обеда уже будут, наверное, вот такие практики, да? Там что-нибудь прощение, там прощение родителей, прощение там. Почему прощение? Потому что прощение – это краеугольный камень вообще счастливой жизни. То есть без прощения невозможно идти в будущее. Я сейчас обучаюсь коучингу, это уже хайп коучинга прошел, я туда, в общем, занес. Да? То есть я всегда почему-то стараюсь ходить там, где никто не ходит, или там, где уже все прошли, я потом туда почему-то, ну, попозже начинаю ходить. Я очень долго не понимал, что такое коучинг, потому что, ну, вот чем конкретно он отличается от психологии, потому что в коучинге есть часть психологии определенная, да? И я не понимал, зачем нужен коучинг, если есть психология. И вот только из-за этих соображений, ну, зачем мне туда ходить, когда я так все знаю? Потом сейчас же популярна вот эта там нумерология, потом вот эта сюцай, там еще что-то есть, да? И все что-то считают, дизайн человека считают, еще кто-то считает там. И мне сказали, что моя слабая сторона в том, что когда я говорю, что я все знаю, короче, все я закрываю себе, я поэтому пошел в коучинг, думаю, пойду посмотрю, что я там знаю, чего не знаю. И, в общем, выяснилось то, что психология разбирается с прошлыми обидами. То есть оно входит туда вот назад и прорабатываются твои отношения с мамой, с папой, с парнем, с бывшим там, с женой там, какой-то бывшей там, с первой любовью, там тебя там бросили, еще что-то там с собой сделать. То есть в прошлом у нас у всех свои скелеты закапаны, и мы это все закрываем на ключе и туда не заглядываем. И потом мы ищем счастье на том, что он на старых травмах, да? И мы не можем его найти, и нас удивляет, почему мы не можем быть счастливыми. Коучинг делает упор в будущее. То есть коучинг формирует твое будущее. То есть что я хочу? Как ты этого хочешь? А что тебе это даст? То есть они задают вопросы немного другие. То есть если психолог говорит, что у тебя там было с мамой? Что у тебя там в прошлом? Что ты чувствовал? Давай погрузись в это состояние. Давай тебе проработай. Вспомни, вот да, было обидно. Давай вытаскивай. То коучинг говорит, что ты хочешь завтра. В какой период ты хочешь. Через год что ты будешь иметь. И в общем коучинг разбирается с тем, что ты хочешь завтра. Что ты будешь делать через год, два, через пять лет. И сила коучинга в том, что ты можешь избежать каких-то своих травм в будущем. То есть не так, чтобы уже случилось, и потом мы идем назад и разбираемся. То есть ты можешь заранее, заведомо убрать свои какие-то страхи. И когда появятся желания, ты можешь потом спокойно туда идти вперед. Вот это основная задача. Теперь вы тоже понимаете, что такое коучинг, что такое психология и куда вы, когда, зачем придете. Но, а в чем слабая сторона коучинга? Это в том, что на старых травмах очень сложно создавать что-то новое. И когда у тебя есть страх в прошлом, то страх в будущем он будет усиливать. И ты будешь всячески саботировать свою счастливую жизнь. Ты будешь саботировать деньги, взаимоотношения, ты будешь саботировать отношения с детьми. И вот есть женщины, кто воспитывает сама сына, да, там без мужа, есть? Короче, все, что вы не отработали с мужиком своим, вы отработаете с сыном. Причем вы будете отрабатывать это, знаете, с таким, с двойственным каким-то, это вы знаете, в мужчине вы можете сказать, что там характеры не сошлись. Давай начнем так по-другому. Ну, я с другого попробую. То с ребенком, с детьми так не получится. Ты не можешь сказать, знаешь, что-то у нас характеры разные, давай в детский дом все, иди. Да? И поэтому из-за того, что ты не сможешь от него избавиться, то тебе придется с ним как-то достраивать свои взаимоотношения. Иначе вы покалечите либо себя, либо его. То есть, либо вы договариваетесь, либо вы немножко с ним. И каждый пройдет свои уроки. Сын пройдет с тобой свои уроки, а ты пройдешь с сыном свои. И чем быстрее, вот очень мне многие говорят, ты сексист. Мне очень многие писали в ТикТок. У меня вот сейчас заблокировали Инстаграм, мне кажется, потому что тоже женщины жалуются на меня. На меня жалуются мамы, на меня жалуются свекровки, на меня жалуются... Кто еще жалуется? На меня жалуются дети иногда, да? Но это реже. В основном зрелые женщины жалуются на то, что я их разрушил. Как они говорят? Моя дочь к вам сходила, и теперь она ушла от нас, живет отдельно. Я говорю, а что плохого-то? Ну, в принципе-то. А мама страдает, и они там, пожаловаться там, типа, разрушают институт семьи. Но об этом мы тоже поговорим, потому что какие-то вещи не будут сходиться с вашим мировоззрением традиционным. Потому что очень часто я вот это слышу, что у нас так нельзя, а у нас так еще... Я не знаю, как там можно, как нельзя, но я вам расскажу, чем это заканчивается, и вы выберете тот путь, который вам интересен. почему я могу делать определенные выводы? Потому что за последние 11 лет у меня на сессиях и вот на тренингах было около 20 тысяч человек, и я просмотрел очень много семей. На индивидуальных сессиях я разговаривал, спрашивал, чем заканчивается, как кто себя вел. и вы потом поймете, что когда вам человек рассказывает, ты думаешь, хорошо, это как, знаете, пациент к пречу приходит и говорит, доктор, у меня здесь болит. Ну, хорошо. А что здесь болит? Тоже хорошо. Ничего хорошего? Хорошо, что не у меня. Нет? Хорошо, что не у меня. И когда у вас будет цель поведения и модель того, как это бывает, вы точно, ну, скорее всего, выберете путь другой. Мы часто выбираем не тот путь, потому что нам кажется, а у всех так, и меня пронесет. Да? А я как это особенное. Как будто другой. Мы все так, вот в этом ужасе трехлоги, что все люди одинаковые. По большому, ну, вот если глобально брать, все проходим одни и те же этапы. Каждый человек проходит переходный возраст. Нет уже такого, чтобы не было. Никто не скажет, что мне там 40 лет, у меня переходного возраста не было. Всех же было. Всех. Первая любовь была? Была. Всех? Всех. И почему вот эта первая любовь, она такая болезненная? Замечали, что где-то после 30 тебя только отпускают, наверное, ты такой, ну, в принципе, нормально было. Это из-за того, что чем раньше ты наполнишь вот эту пустоту, тем раньше эта боль уйдет. И с годами она только уходит. С годами боль уходит, потому что тебя заполняет муж, жена, дети. И как только ты наполняешь любовь, ты заплываешь первую. Как только ты пустой, тебя тянет. Потом очень многие люди заглядывают в прошлое, вот сейчас очень такое популярное слово токсичные люди. И говорят, токсичным человеком лучше с ним не общаться. Потому что он отравляет тебя, и ты можешь заразить его. Токсичный. Как определить, токсичен ли я? Это тогда, когда я говорю, а вот вчера было лучше, чем сегодня. Это позиция токсичного человека. Почему? Потому что первое, это вот я помню в 95-м году у меня было там и вот какие-то позитивные там вещи, да? Я помню в 2000-м, когда у любых у меня были деньги. Я купил машину, я был сильный. Человек настроен на прошлое. С этого начинается токсичный человек. Это первая стадия того, что когда ты вспоминаешь прошлые победы, потом еще несколько там лет, у тебя возникает обида. У меня же было, но куда-то это делось. и у человека возникает обида, и он начинает жаловаться, но жаловаться на себя или как-то это, оно очень такое, знаешь, это как-то змея, которая себя за хвост кусает, и поэтому мы начинаем обвинять в своих неудачах людей, которые вокруг. И вот это начинается, вот это прям интоксикация. Это человек, который отравляет вокруг себя все. Куда бы он ни пришел, у него все плохо. Виноват всегда какой-то президент, виноват правительству, или вот эти люди, которые говорят, помните, если не ты сам, то точно есть подруга или друг, который говорит, что государство должно, а правительство должно, а еще кто-то там должен. И вот это токсичный человек. И каждый раз, когда вы себе замечаете вот эти вопросы или вот эти отсылки в прошлое, то это то, что ты встаешь на путь, который приведет тебя к тому, что ты останешься один. Люди просто, с одной стороны это хорошо, что люди сейчас осознают, что не надо общаться с токсичными людьми, но им что делать? Представь, ты токсичный человек, ты куда не приходишь, никто с тобой не здоровается, все отворачиваются, ты хочешь что-нибудь поделиться болью, которая была у тебя в дуливых, и тебе на тебя досмотрят, да-да-да, и такие все домой ушли. Ему что делать, этому человеку что делать? Для этого есть письма прощения. Если ты в себе хотя бы одно-два качества такие заметил, у нас если честно всех есть, меня тоже иногда закидывает, господи, куда ты остановись. Письма прощения. Вы можете забить в ютубе Игорь, им письма прощения, выходит видеоролик, к тому же их два или три по десять минут, несложно. Сложно в выполнении. Почему исполнение так тяжело? Потому что многие говорят, меня рвет, у меня голова болит, я не могу начать, это все саботаж, я не хочу. Мне я всегда, когда хочу написать письма прощения, меня кто-то отвлекает. Вот человек, который говорит, что-то отвлекает от меня самого, это человек, который не хочет собой заниматься. Это всегда есть люди, которые важнее, чем он. Знаете, когда ты такой, допустим, мне надо в парикмахерку, и тебе кто-то запрет. Пойдем ко мне, поможешь, там полы помыть. И ты такая, раз, все, и пошла полы мыть. Это тогда, когда я не важен, важен кто-то другой. и поэтому, когда вы себя отодвигаете на второй план, вот вообще, вот смотрите, я сейчас изучаю английский язык, уже 150 раз начал, и до сих пор не выучил, но вот этот преподаватель, который сейчас со мной, с которым мы занимаемся, он говорит так, что лингвисты, я думаю, какие-то там, выяснили, что в языках, в которых предложения начинаются не I, M, а там, короче, вот смотрите, в тех языках, где можно сказать, надо бы починить дорогу, там, отремонтировать, надо бы починить шкаф, надо бы прикрутить лампочку, то есть в английском языке, так предложения не строятся, там есть, я прикручу лампочку, я сделаю дорогу, ты сделаешь дорогу, она сделает дорогу, то есть такого нет, надо бы сделать, и вот в языках, где надо бы сделать, короче, там плохие дороги. И поэтому из русского языка, из своего лексикона выдавливайте слова, где нет ответственного человека. Фразы. Я сделаю, он сделает, они сделают, я пойду, мы пойдем. То есть всегда должен быть ответственный человек, который за это будет отвечать. Если ты что-то говоришь и не делаешь, это, знаете, такие есть, называются в психологии гештальты. Слышали? Незавершенный гештальт. Это где-то в России есть претелисты, они открыли магазин. Магазин называется гештальт, говорит, мы закрылись. Гештальты важно закрывать. Но из-за того, что из-за особенностей нашей психики, из-за особенностей теперь еще нашего языка, у нас очень много незакрытых гештальтов. Вот это надо бы отремонтировать и не отремонтировал, это незакрытый гештальт. И он будет у тебя в голове висеть до тех пор, пока ты не отремонтируешь. И это будет сжирать большое количество энергии. И когда гештальтов много, они будут у тебя висеть, и потом люди говорят, что-то я не в ресурсе, что-то со мной не то, у меня нету сил, у меня ничего не получается. Это из-за того, что много незавершенных гештальтов. Ну, отчасти. Это какая-то 20-я часть отсутствия энергии. Очень многие же спрашивают, почему, где вы берете энергию, откуда ее брать. Каждый закрытый гештальт высовобождает определенное количество энергии. Поэтому гештальты свои закрываем. Что это значит? Это значит, что в течение, короче, раз в квартал, выбирать себе неделю и закрывать все свои гештальты. Все свои незавершенные дела, которые у тебя там остались, садись к самотологу, сводить кошку, я не знаю, к ветеринару, полить цветочек, пересадить цветочек, поменять платье, отнести на ремонт обувь. Это тоже гештальты незавершенные. То есть завершайте все свои незавершенности. Это мелкие, и это несложно. И тогда у тебя не будет бардака. У кого есть дети-подростки, вы, наверное, знаете, когда заходите к ним в комнату, это как будто посередине что-то взорвалось. И оно здесь висит что-то, ты начинаешь, хочешь это убрать, наступил куда-то, ты начинаешь прыгать, еще куда-то подскользнулся где-то. Это вот какая у тебя комната, такой же бардак у тебя в голове. И у подростков из-за этого у них просто бардак. У взрослого человека более-менее уже начинается, знаете, вот здесь только там футболочки, тут только там парфюм, здесь только книжки. То есть у подростка такого не бывает практически. Мало того, подростки еще мыться в какой-то момент перестают, особенно пацаны. Замечали, да? У него тесостерон уже фигачит, ноги воняют, а он такой две недели не моется. Ну, что-то я не хочу я. Это вот где-то в 12 лет начинается. Вот дети. Есть? И мамаши особенно. Папы какие-то такие, а, воняет. Ну, пусть воняет, да? А мама говорит, сына, иди помойся. Я не хочу, я чистый. И ей у тебя там уже волосы. Вон, я не хочу. А знаете, когда начнет мыться? Когда девочка появится. Три раза в день. Потом сотрет свои волосы. Вот. Поэтому и по мере взросления, приводя свои мысли в порядок, у тебя появляется порядок в делах, в комнате, в одежде, во внешности. То есть до определенного момента этого достичь практически нереально, потому что у человека каша просто в голове. Почему мы ныряем в прошлое? И для чего это вот нужно так делать часто? Знаете, есть у особенных детей, вот у аутистов, у кого, да? У них есть ритуалы. То есть что значит ритуал? Это человек, который заходит в комнату первый раз, он делает, ну, вот он зашел, там маркером что-то там взял, там порисовал, здесь выключателями поиграл еще. То есть и он будет ходить так вот, через 10 лет он в эту же комнату зайдет, он пройдет этот же путь. У них это, как это, гипертрофировано. Но мы все такие. То есть, сейчас вы поймете. Вот первая любовь, да, когда вот у тебя случаются, первые отношения какие-то, да? И знаешь, ты еще вот после этих отношений ты точно так же себя ведешь еще лет 10. Минимум. Если некоторые всю жизнь так себя ведут. Что значит, если я там с девушкой познакомился, я сказал, привет, как дела, давай познакомимся, она сказала, окей, давай. То есть я буду постоянно это делать. Если ты с парнем познакомился каким-то образом определенным, ты будешь постоянно это делать. Если это привело к каким-то результатам, ты будешь постоянно ждать того же результата. И поэтому очень важно свой негативный опыт перепрожить. Его как бы выпустят. Обычно это плачут люди, смеются. Некто их рвет. У кого-то понос будет. Если кому-то надо, в общем, выходите. И это обрыв нейронных связей. Это обрыв нейронных связей. То есть человек решается на что-то другое. Это тогда, знаете, когда я думал, что это черное, оно вдруг стало белым. Вы замечали, что некоторым людям объясняют, что нужно сделать вот так, да? Все мы же любим советы давать, да? И ты человеку совет даешь, и он такой, это не работает. Как не работает? У него сработало танц, а в его картине мира просто этого нет. И если вы начальный курс психологии будете проходить, если в университете, помните, с чего начинается вообще урок? Они в основном, во всяком случае, в трех вузах из четырех урок начинался с этой байки, когда корабли Колумба пристали к берегам Америки, что вот эти индейцы, они не видели кораблей. Потому что в их мировоззрении этих кораблей не было. И только что он там, накурившись какой-то травы, сидел там, медитировал на рябь вот эту морскую и увидел, что это большие лодки. Потом он пришел, сказал своим и они вышли и говорят, о, лодки. То есть до того они стояли уже три месяца и никто их не видел. Что это значит? Это значит, что все, что есть в твоей жизни, это есть в твоем сознании. По большому счету человек ничего нового придумать не может. Ну, во всяком случае, сразу кардинального. Мы, основываясь на опыт прошлых, наших предков, через книги, через видео сейчас, мы можем создавать что-то новое. Немножко довертеть и будет что-то новое. Но создать из пустоты что-то мы практически так не умеем. То есть психика не может выдать того, чего у тебя нету в сознании. И поэтому очень важно загружать определенные мировоззренческие паттерны в голову человеку, что можно быть счастливым. Очень многие женщины у нас говорят, что, знаете, как это, счастье невозможно. Или там женщина не может быть счастливой. Очень часто сидит в головах. Как я могу быть счастливым, если у меня муж тиран, еще трое детей, еще там свекровка, три заловки, как мне жить вообще? Счастья не бывает, она говорит. Но есть же счастливые женщины все равно, да? При таких же условиях есть. И очень важно понять, что есть и так бывает. И когда у тебя в голове это появится, оно у тебя вдруг совершится. Есть такая гениальная книга, этот «Материнская любовь». Кто читал или слышал? Огонь вообще аудитория. Хорошо. В общем, кто не знает, что это за книга, себе напишите «Материнская любовь» Анатолий Некрасов. Я вам ее перескажу, конечно, можете потом не читать, но я вам ее расскажу в одной схеме и вы поймете все сразу, схематично. Не как у него кейсами, а просто в схеме вы поймете, что такое материнская любовь и в целом вы сможете этим как-то... Я обращу ваше внимание на какие-то детали, которые вы, знаете, вы сможете прийти в любую семью и понять, что там творится вообще. Когда вы будете читать эту книжку, если вы прочитаете, то у меня, знаете, какой был... Вот если ты прочитаешь эту книгу и углубишься туда в детали, там даже можно предсказать смерть какого-то человека. Легко вообще. Ты приходишь, смотришь на семью, на модель и говоришь, вот это, наверное, умрет. Проходит там два-три года и человек уходит просто. Почему? Потому что есть определенные законы, я не знаю, вселенной, бога, космоса, но если ты эти законы будешь нарушать, тебя будут корректировать. Основная задача, вот почему говорят, что в долг давать нельзя, слышали, да? Нельзя давать в долг, не то, что в долг, нельзя содержать людей. Вот так, наверное. То есть, если я содержу какого-то человека, я перекрываю его возможности. То есть, он должен был развиться, и из-за того, что я ему постоянно деньги даю, он не развивается, сидит дома, ничего не делает. И это прям, ну, один из грехов практически. То есть, ты нельзя перекрывать развитие другому человеку. Если ты своим поведением, своей жизнью мешаешь сыну или там дочке развиваться, тебя просто в какой-то момент выдернут оттуда. Если бывает так, что дети мешают развитию родителей, ребенка уберут. И поэтому очень важно, я когда говорю, что отпускайте детей, выгоняйте их из дома, да, вот там, дали образование, до свидания. Получил удостоверение, там, закончил школу, иди уже куда-нибудь. Но некоторые люди, они привыкли держать сына, дочку, там, и это же мамы делают, в основном это делают мамы. Папы, короче, у нас этот, не то, что у нас, вообще мужики другие. Вот честно вам говорю, что у мужчин логика в голове совершенно иная. Мужчина воспитывает ребенка или сына с позиции, как он будет жить сам. Мать воспитывает ребенка или сына, лишь бы он не умер сейчас. Понимаете, то есть ей надо, чтобы он был живой всего, вот в данный момент, чтобы он находился в безопасности. А как он будет жить, когда ее не станет, она не думает, но чаще всего. Потом, есть сегодня, к сожалению, очень часто, но вот действительно, браки, они какие-то ненадежные стали. То есть женятся, потом там 5 лет разводятся, 3 года разводятся, причем это массово же. И получается так, что мам, которые воспитывают самостоятельно детей, становится огромное количество, это, ну, больше, мне кажется, по моим субъективным ощущениям, это больше 40%, мне кажется, браков распадается. И я как-то, знаете, пошел в детский сад за дочкой, и я так понимаю, папа вообще так не делают, но очень редко, я один из тех, наверное, воспитатель меня первый раз за год увидела. Я пришел, и на детской площадке играются дети, я подошел, взял ребенка, я говорю, пойдем, и за нами бежит еще человек 20 детей, и говорят, а у нас тоже есть папа. Понятно? То есть у 20 детей нет отца, то есть он с ними не живет просто. Что происходит с детьми, которые воспитываются без отца? Вообще, на самом деле, сейчас роль матери очень сильно переоценена и сильно недооценен отец. Мы к этому сейчас идем. Вы увидите, лет через 10 каждый психолог, с каждого, каждый там, я не знаю, все будут говорить про отца. Сейчас все говорят про маму, будут потом говорить, про отца. Но у отца функция немножко другая. Функция отца по всем эзотерическим канонам, каким-то там признакам, отец, короче, сначала душа приходит к отцу, потом папа ищет маму. И потом, когда мы маму нашли, короче, у нас получается контакт, и, короче, ты родила, даже если не хотела. Понимаете, вот, и получается так, что не то, чтобы сейчас соответственность с мужчиной убрать, но, короче, так приходят. И основная задача мужчины, как вот, если мы уберем человечность всю, да, и уйдем вот, просто в природу, вот просто, чтобы ты родилась и все, или родился, дальше, как ты живешь, вообще твои проблемы. Понимаете? И мы очень часто хотим от него еще чего-то, еще чего-то от родителей. Уже нам 40 лет, и мы такие, а вот мне папа что-то там не дал, или мама что-то не дала. Но основная задача отца, чтобы ты жил сам. И иногда они бросают совсем рано. Ну, или это уходит не в тему вообще, да? И приходится маме тащить вот этот вот груз на себе. И очень тяжело совмещать две роли, отцовскую, материнскую. Знаете, что получается? Получается так, что мама становится верховным предиктором. Она чуть ли не бог для ребенка. Потому что она наказывает, она обучает, и это все идет от одного человека. И даже когда мама говорит там, иди дай сдачи, я там это, не то это. Отец молча отправит на бокс. А мама может подталкивать и это будет все равно по-другому. Немножко. Конечно, это не безнадежно в плане, что это не значит, что если у тебя не было отца, как бы, тебя не воспитывал отец, что ты все, потерянный человек для общества. Нет. Или там, бывает же, там отец воспитывает дочь сам, да? Такие тоже есть. Я встречал. Это совсем другая травма. Это совершенно другая женщина. Это не такая девочка, которая воспитывала маму. У нее все паттерны будут мужские. Ее реакция, она будет хорошо водить, ездить за рулем, она будет сдавать сдачи, она пару приемов будет точно знать, как-нибудь там знаете, ногу сломать или руку кому-нибудь, когда на тебя напали, и с мальчиком. то же самое происходит, когда воспитывает мать. Он точно знает, что нужно не сразу отвечать на смс, куда? Он знает, что минут 15 надо подождать, когда девушка пишет. Он точно знает, когда нужно сказать приятные слова. Он точно знает, на что нужно обратить внимание, когда это сказать женщине, чтобы она растаяла. То есть, это человек, который очень хорошо играет на эмоции. Это мальчик, воспитанный мамой, который. Они очень эмпатичные, они очень такие, знаете, внимательные. И поэтому они очень приятные всегда. Они очень аккуратные, приятные, но зачастую не самостоятельные. Встречали таких, да? Им сложно принимать решения часто. Это я сейчас говорю гипертрофировано. Вот если вот прям сильно, то это человек с иголочки одет, очень внимательный, человек очень такой, знаете, он делает все, чтобы тебе было удобно, чтобы тебе было аккуратно. И знаете, что девчонки про тебя говорят? Он хороший, но он меня бесит. Да? Он хороший, но он меня бесит. И она не поймет, что не так в нем вообще. Она смотрит, что-то не то, и понять не может. Все вроде так, как я хотела. Потом она начинает присматриваться, и потом думает, а, вот такого я больше не найду никогда. Они настойчивые же очень, они постоянно рядом ходят. То есть проснулся, он рядом. То есть, если вы вместе не живете, он будет там тебе, давай я тебя на работу отвезу. Он возле подъезда будет стоять. Что они делают? В момент, когда ты без него уже не сможешь, он бросит. Это, знаете, там, забеременела, он такой, я не готов. Или там замуж вышла, опять беременная, родила, и что-то не то. Нет, я так это-то не разводится, убегаю. Это его месть маме. Подсознательная месть маме. И непривычка, как это, непривычка брать на себя ответственность. И они вот всегда сливаются, когда их начинаешь подгружать. Поэтому таких мужчин нужно подгружать аккуратно. То есть по чуть-чуть, нельзя резко. Хотя я не знаю, как беременностью можно не резко мотивировать человека. Вот. А теперь мужчина, воспитанный отцом. Видели таких, которые, ну такие, они черствые, жесткие, они на матах только разговаривают почти, да? Да, нет, иди, возьми, иди сюда, что, девять, приходи, давай. У них нету эмпатии. Они никогда не, они не заметят, что ты накрасилась. Ты платье, вот это тот анекдот, помните, когда она противогаз одевалась? Что-нибудь изменилось, еще брови сбрила. Вот, это вот эти люди. Они тебя полностью будут обеспечивать, но тебе с ним будет некомфортно и знаете из-за чего? Из-за эмоционального голода. Ты будешь себя чувствовать несчастной. Ты когда к нему пойдешь, скажешь, ты меня любишь, он тебе скажет, ты что, дурак, конечно. Да? И ты все равно ревешь, потому что тебе надо там дурак, 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 дурак. Вот. И это его месть, короче, он так устроен. Это тоже, возможно, месть маме. Короче, у нас две, мы мстим двум только людям, в основном, папе и маме. маме мы мстим неуспехом в семье, в семейной жизни, когда у меня нету детей, семья, это месть маме. То есть, подсознательная. Потому что основная задача мамы, чтобы ты вышла замуж, или ты женился, родил внуков, или родила, да, чтобы у тебя были. И поэтому, когда ты этого не делаешь, особенно вот сейчас ездишь, человек три, там что-то это, да, Тоже та еще тема эта. Это там с мамой точно надо поговорить и разобраться, что там происходит. И неуспешные люди. Неуспешные люди, это такая, знаете, подсознательная месть отцу. Потому что отец отвечает, как ты живешь, что ты добился. Основное, знаете, основное отличие материнской любви от отцовской, знаете, в чем? Материнская любовь, она безусловная. Ты вот говнем вот так измашься вот отсюда до туда, придешь, она тебя любит. Папа любит за что-то. Вот этих достигаторов и девчонок достигаторов, которые еще один миллион, там, квартиру, машину давай, еще, это вот травмы, вот, короче, все богатые люди, ну, зачастую, это травмированные люди папой. Это либо вопреки, либо за любовь. То есть, либо его не было, и я заслуживаю его любовь. Либо отец, ты соревнуешься с онцом и хочешь ему доказать, что тебя тоже можно любить. При этом отец никогда не будет спалить. Он будет, а, хорошо. И ты за следующим призом опять побежал. Он тебе опять, а, единственное, с сыном, знаете, еще что бывает, когда отец начинает конкурировать с сыном, когда он в это включается, когда сын начинает обходить, а он ему под ножки ставит. Вот это тоже та еще. И это все подсознательно, это неосознанно. То есть, вы посадите маму или отца, там, начнете с ними разговаривать, они все хорошие люди. Но подсознание будет выдавать определенные какие-то паттерны, определенные какие-то поведения свои. Вообще, что мне еще понравилось в коучинге, знаете, там со всеми все окей. То есть, все хорошие. В психологии все больные. Ну, в смысле, знаете, психолог, когда оценит, он так, у него, значит, комплекс вот этот, вот этот комплекс, еще травмы, наверное, вот там. Как я замучился от этих ярлоков отделываться в коучинге, это нереально, потому что я вот сижу и думаю, врет. Потом, ага, это, наверное, из-за мамы, а это из-за папы, наверное, знаете. И мне терпения не хватает вот эту коуч-сессию вести, потому что, мне кажется, я уже как будто знаю лучше, чем человек, и начинаю вот впереди бежать. Короче, они мне говорят, вы на меня давите. Они же там все такие safety или как-то. Вот. Поэтому коучинги со всеми все хорошо, и они, знаете, как говорят, мы работаем только со здоровой, как она сказала, со здоровой стороной психики. То есть, с больной психикой мы не работаем, идите, психиатр, психолог, иди сюда. Вот. Психолог работает всегда с травмой, поэтому мы будем и там, и там в общем говорить. Есть еще такая штука, я себя принял, я себя не принял, вот, помните, вот эта самооценка внутренняя. Очень многие говорят, вот мы, когда запускали этот рекламный тренинг, там был запрос про страх, да, то есть, почему я боюсь. Страх это базовая функция, на самом деле, от нее не избавиться. Если ты не боишься, ты точно больной человек. Ну, с твоей психикой что-то не то. Это на уровне тела, чтобы вы понимали, это все равно, чтобы не чувствовать боли. Да, с одной стороны, окей, но тебе на ногу топор упал, и ты такой, кровь лечит, а тебе не больно. Вот, страх, это та же боль, только она вот, ну, на уровне души и психики. И если у тебя нету страха, у тебя что-то с головой не в порядке. Потому что, когда тебе будет плохо, ты не заметишь. на твою, короче, израненную душу упадет топор, и ты, ну, тебе будет окей. Это вот есть мем, даже такой, как дела, и там, сзади душа стоит такая вся, там, на костылях, вся поломанная, типа, со мной все хорошо. То есть, ты не заметишь просто этой боли. Поэтому, когда у тебя присутствует страх, это окей. когда у тебя страх, когда ты не можешь страхом управлять, это плохо. Вот не умение управлять своим страхом, это плохо. Почему? Потому что, есть на самом деле всего три функции. Да, то есть, бей, вот помните, Вицын Никулин Маргунов. Бей, замри, беги. Да, то есть, Маргунов там, он всегда бил, этот, помните вы, еще, а то, может, Вицын, это вот замри, и этот Никулин, беги, да, то есть, бей, замри, беги. То есть, ты должен что-то сделать. И то, как тебя спасло, я почему говорю, что мы как аутисты ходим, потому что, если, я же в 90-е рос, да, и вот, допустим, на тебя нападают, и ты первый раз ударил первым, и это тебя спасло, ты будешь постоянно всех бить, когда будешь бояться. И все будут говорить, какой смелый мужик. Это не смело, он со страха бьет, потому что, один раз спасло, он так и делает. Если ты убежал, и тебя спасло, ты будешь постоянно убегать, и у тебя все будут говорить, а, трус там, лошара. А кто-то спрятал тебя. И каждый будет делать то, что ему помогало. Выжить. И мы так же в отношениях, один раз спасло, так мы так же будем повторять. Один раз с мамой вот так спасло. Вот эта психосоматика, когда я не хочу идти на работу и заболел, помните? Оно же начиналось со школы. Когда ты понял, что когда горло болит, мама не отталкивает, отправляет в школу, у тебя часто болит горло потом. И взрослые люди, вот вы замечали, что есть люди, которые там уже 45 лет, 50 лет, они работают на работе, вот их уже клинит, и они все равно работают. И чтобы они ушли с работы, им надо заболеть так, чтобы она ходить не могла или она. Чтобы спину сорвало, ноги не шевелились. Отравиться так, чтобы вообще с постели не могла встать. То есть люди придумывают себе какой-то геморрой, вместо того, чтобы просто сказать, я устал, мне надо отдохнуть, взять отпуск и два дня дома посидеть. Понимаете? То есть родители, хотев нас сохранить, забили паттерн, чтобы мы должны ходить на работу, не ходить на работу, только тогда, когда мы болеем. хотя казалось бы, ну что такого, нормально же ребенок болеет, не ходи в школу. Что такого? Но подсознание, оно срабатывает так, и потом в возрастной жизни человек потом болеет, он не может отпроситься с работы заранее, ему надо заболеть, и потом он позвонит, говорит, я умираю, можно я сегодня не выйду? Да, конечно, можно. Но если бы она просто позвонила, сказала, мне нужен один день, и ей бы дали. И не надо было бы болеть. А человек целый день проваляется с температурой, будет болеть, вместо того, чтобы просто отдохнуть по-человечески. И так у нас забиваются вот эти борьба со страхом. Что значит борьба со страхом? Насстречу страху нужно просто идти. Если кто-то катался на горных лыжах в Алмате, всегда страшно ездить на этих лыжах. И мы хотим вот инстинктивно ты хочешь стоять прямо. Но инструктор тебе говорит наклонись вперед, навстречу склону. То есть всегда нужно смотреть навстречу страху и чуть вперед наклоняться. Тогда ты этим страхом можешь управлять. Как только ты начинаешь отклоняться назад, ты оказываешься на жопе. То, что касаемо лыж. Если кто-то не катался и вдруг когда-то захочет, возьмите инструктора, не жопьтесь на деньги на инструктора. Я катался на лыжах без инструктора. Это все закончилось, слава богу, без травм, но очень было мне сказать. Смешно и больно. Я человека не покалечил. Это, знаете, ладно, ты придурок, но вот люди же ни при чем. Есть же техника безопасности какая-то, в которой ты должен ее соблюдать хотя бы. А ты не знаешь. Я взял лыжи. Короче, я на последние деньги поехал тогда на Акбулак. Я взял лыжи и я думаю, бугель, что-то там платный, неплатный, что-то непонятно, пойду пешком. Прикиньте, я на этот склон залез пешком в этих сапогах, этих непонятных. Я залез, ну не за самый, но на самый маленький вот этот, где пионеры катаются. Я теперь думаю, надо схитрить. Все же вот спрашивают там в Ютубе, в Инстаграме, а можно самостоятельно? Вот можно, я сейчас рассказываю. Я думаю, сейчас посмотрю, как тренер тренирует и потом повторю. Я посмотрел. Я понял, что надо делать вот так. И, короче, еду, да? Но я не спросил, как останавливаться. Я понял, что вот это как бы сбавляет скорость. Вот эти вот серпантин. Я серпантином хочусь. Потом думаю, как же остановиться? Скорость-то набирается. Ну, вот чем ниже, тем быстрее. Может, как на коньках. Я начал заворачивать лыжню на кант, ставить, и скорость действительно спала, но недостаточно. Я думаю, надо еще. Еще довернул, и я остановился. Но когда я поднял глаза вверх, склон был там. Вы понимаете, я середины горы ехал потом задом. Но тренер не сказал, что делать. Ну, в смысле, он вообще, я же не знал. Единственное, что я смог сделать, я прыгнул в бок. И вот это вот все вот так подлетало там. Я поднял лыжи, я понял, что что-то я не понял. Но я понял, что нужно тормозить один раз. Ну, в смысле, заворачивать и как-то вот. Я вот это не знал, что вот эту елочку надо делать. Знаете? Ну, откуда я на коньках только катался. Теперь я залез обратно. Вот мне нужно домой пойти, да? Я залез обратно и опять скатился с этой горочки. Уже серпати нормально, уже умею более-менее тормозить. У меня вот этот возраст внутренней победы, внутри что вот и заканчивается. И по моим расчетам я должен был в конце сделать, выпрямить лыжи и в сетку. Там, помните, сетка есть? И там меня поймают. Ну, в смысле. Я теперь еду в эту сетку, а инструктор, девочка, да, какого-то иностранца, там есть такой прикол, что тебя тащат вдоль склона зачем-то, я не знаю, что это за упражнение. Она взяла вот эту лыжню, эту палку, он держит эту палку, она его на лыжах вот так тащит вдоль этого. И она идет с этим чуваком прям вот там, где эта сетка. А уже поздно. А я сто с лишним килограммов, представляете, инерция какая, да? А я тормозить могу только, ну, вот так, боком. Я поставил лыжи на кант, и я понимаю, что дальше заверну, и я буду ехать задом потом просто, да? А она идет и не смотрит, ну, вот, вообще она не смотрит, где идет она. Некоторые за рулем так ездят тоже. И я лечу, я поставил лыжи вот так на кант и лечу. Я вижу его глаза, контакт глаз у нас состоялся, понимаете? Он смотрит на меня, я смотрю на него, из-под меня, вот, ну, из 100 килограммов, да, вылетает просто неимоверное количество снега. И я лечу, и он такой, как снеговик становится. Я становился с ним вот так, сантиметров 20 от его ног. Мои лыжи остановились, и я вот так упал. Это девочка такая. На него смотрит снеговик стоит, и на меня не поймет вообще, что произошло. Это вот, знаете, это вот как учиться без тренера. Это вот, а можно блоки проработать самостоятельно? Можно, но вот получится вот примерно вот так. Ты либо себя угробишь, либо еще кого-то, ну, близких, рядом особенно. Некоторые, знаете, когда, помните, вот этот мем был, когда я пошел, когда я сходил к психологу, у нее там фонарь вот этот, такой у Аленушки в лесу, и говорит, ну, блядь, и говорит, держитесь. Пошла она дома всех громить. Смотрите, к чему веду. Все, что с вами сейчас, сегодня будет происходить, это ваши субъективные какие-то вещи, да, внутренние, ваши проработки. Не нужно переделывать весь мир, когда домой придете. С мужем все хорошо, с мамой все хорошо, займитесь собой. Детей тоже гасить не надо. То есть, вы работаете только с собой. Сегодня будут упражнения, некоторые будут вам неприятные, возможно, да, какие-то будете высаботировать, но я вам рекомендую, да, проделать прям вот на сто процентов, потому что аудитория, сегодня я смотрю, вы прям хотите. Вы сейчас, знаете, у меня ощущение, как будто фитиль уже подожгли, мы вот сидим, что-то ждем. Вот. Поэтому, когда пойдут слезы какие-то, вас начнут бомбить, вам салфетку принесут, в общем, пакетик, если кого-то еще не будет. Туалет уже все знаете, где? Вот. На всякий случай. Еще, еще одну область сейчас проговорю, чтобы было понимание. А, и лидерская позиция еще, да, то есть человек, у которого в прошлом было лучше, чем в настоящем, это позиция аутсайдера. Или вот токсичные люди, то, что мы говорили, да. Человек, у которого завтра лучше, чем сейчас, это лидерская позиция. Поэтому лидер сам по себе, он ждет, чтобы когда случится завтра. У человека вне лидерской позиции, он вообще не знает, что завтра будет. И такие люди, когда им говоришь, напиши свое желание, они не могут. Они 10 не могут написать, потому что никогда об этом не думали. И себе напишите в задании, тоже, ну вот отметить, что написать 100 желаний, или там карту желаний, как вы хотите. То есть в любом виде вы должны это сделать. Вообще, я делаю очень редко эту карту, ну, или вот эти 100 желаний, но мне кажется, что ее нужно делать хотя бы раз в полгода. Вообще, желательно раз в квартал, наверное, ее корректировать, но раз в полгода, желательно это делать. Почему? Потому что, когда у тебя нет планов на свою жизнь, сбудутся планы того человека, у которого есть планы. То есть, если вы муж и жена, если как у жены у тебя нет планов на свою жизнь, то сбудутся планы мужа. если у мужа нет планов на свою жизнь, то сбудутся планы жены. И часто планы жены избываются, если честно. Потому что мужчины чаще не планируют так далеко, наверное. Хотя, почему-то ваши желания избываются, не знаю. Это тоже загадка, желать. Почему важно желать? Вот эти марафоны, марафоны желания, да, сейчас вот эти? Почему они так стреляют? И на самом деле, что бы ты ни делал, ты можешь делать что-то, ты можешь ничего не делать, все будет меняться. Изменения, они в любом случае произойдут. И когда мне говорят, я у вас была пять лет назад, и у меня ничего не произошло, но я же понимаю, это такое вранье, да? Или даже если бы ты не ходила, у тебя должно что-то измениться было. А если ты пришла, и ничего не... Я не знаю, как надо было держать изменения, но они все равно ты меняешься. Ты неизбежно меняешься, поэтому изменения неизбежны. И чтобы управлять изменениями, очень важно желать. Почему еще вот желать? Для чего нужно это делать? Почему? Потому что прошлое, да, вот здесь, допустим, прошлое, оно формирует твое настоящее. Все, что было в прошлом, оно сформировало то, что сейчас у тебя есть. Все, что ты в прошлом хотел, все, что ты в прошлом прострадал, все, что ты в прошлом, в чем ты был счастлив, сформировало то, кем ты являешься сейчас. Помните вот эти вот, если бы у меня был папа, или если бы у меня была мама, а если бы мой начальник был, это вот, ты бы был бы другим тогда. Если тебя устраивает только, как ты сейчас, скажи всем людям, которые были, которых не было у тебя. И настоящее формирует твое будущее. И поэтому вот эти марафоны желаний, они сбываются. Там не дело в энергетике человека, который тебя ведет. Там дело в том, что твой мозг работает чуть иначе. Ты начинаешь мечтать и желать. И тогда твое будущее формируется по-другому. Нам советская школа еще забила, знаете, какие вещи, когда говорят, если не знаешь, сядь и молчи. Если знаешь, иди отвечай. И так мы воспитываем комплекс отличницы или комплекс отличника. Если бы в жизни мы ничего не делали, каждый раз, когда мы чего-то не знаем, мы бы, наверное, вообще из дома не выходили. Очень важно привыкнуть к состоянию неопределенности и в нем жить. Тем более в сегодняшнее там ковидное время, там, не знаю, геополитика у нас пойми, куда кто скачет. И ты не можешь ничего предсказать. И поэтому ты должен научиться жить в состоянии неопределенности. Вы сейчас на сколько свою жизнь планируете? Есть кто там на год, на два вперед планирует? Угу. Сбывается? Хорошо. Поэтому формируйте свое сейчас и ставьте планы. вот эти цели и планы, которые вы формируете для себя, они корректируются. Не думайте, что это навсегда. Вот я написал и вот оно вот так. Оно скорректируется, но оно должно все равно присутствовать. Это лучше плохой план, чем вообще никакого плана. и знаете, будьте посмелее о своих желаниях, потому что я вот каждый раз я вот думаю, вот ты дурак, вот смотрите, когда ты мечтаешь, это же тебя никто не просит денег, да? То есть ты мечтай, это просто мечты. То есть это то, что ты формируешь в своей голове. Формируйте сразу много и дорого. Не формируйте, ну и так пойдет. Вот это не делайте только. Первую квартиру, которую я, это знаете, я как-то когда студентом был и негде было жить, я к деду пошел, к двоюродному деду, он говорит, ну поживи у меня. И он жил в доме и у него из окна были водозаборные вот эти какие-то баки. Я думаю, вот классная у него квартира, вот здесь бы жить и вот я бы каждое утро пил чай и вот на эти баки бы смотрел. А там, знаете, такие огромные какие-то емкости красные. Я думаю, что вы думаете, прошло, вот там, я не знаю, 7 лет или 8, я в этом доме купил трехкомнатную квартиру. И потом я говорю, Игорь, ты дебил, нет, да? Вот тебе какая разница, ты могла сказать, на горы, чтобы вид был, да? Для мечты это все равно бесплатно, но в смысле, какая разница? Поэтому, когда вы мечтаете, формируете прям сразу какую-то жизнь лакшери себе, я не знаю, там, большой дом, квартиру в каком-то в элитном доме, да, или там, в бизнес-классе, да, не знаю, вот что-то такое с красивым видом сразу. Даже если тебе кажется, твой мозг будет говорить, что это нереально, все равно формируй себе свое сознание. Когда вы хотите выстраивать свое тело, формируйте тело, не так же, вот бы похудеть на 2 килограмма, а выстроите тело, чтобы было стройное, красивое. Потому что для мозга разницы нет, у нас так психика работает. Для нас нет никакой разницы, к чему идти. Главное идти. В чем проблема вот в этих, почему 100 желаний? Почему все говорят 100 формировать надо вот здесь? Можно больше, но не меньше. Потому что вы, знаете, наверное, на обеде вы попробуете сформировать свои там, ну, не 100, но хотя бы там по 15-20 желаний. Мне кажется, сегодня группа такая, она более одухотворенная или духовно прошаренная, как будто, да? Если Некрасова читали там больше 80%, то у меня есть на вас надежды, на ваше сознание. Почему? Потому что 100 желаний. Вы можете это дома сделать, но на обеде все равно начеркайте, и вы посмотрите, в чем будет разница. Сначала вы пишете 100 желаний от ума. Дом, квартиру, машину. У меня на это ушло минут 20. На самом деле вы на обеде сможете не 100, но хотя бы 15 желаний от ума. потом от высшего я и третий от духа своего. Это задание мне на коучинге дали вот эта преподаватель. Она говорит, Игорь, если ты такой этот, попробуй. Честно, я сначала думал, ну, короче, я когда сел, я не мог сосредоточиться, я поставил там музыку медитативную, да, сидел там, смотрел и начал писать от ума, но от ума понятно, там, там, мечовый, там, дом, мечок, там, машину, еще там, еще чего-то. От высшего я получается, что, в общем, вы потом поймете сами. Вы, короче, в обед, когда сядете, это будет диалог внутри с собой. Когда вы сделаете, вы поймете, что каждый, это как теория относительности Эйнштейна, знаете, каждый раз масштаб увеличивается. И выходит совершенно, вот это меня очень сильно поразило, если честно, вот третье. То есть по порядку сделайте, и вы поймете, вы будете как будто над своей жизнью выше-выше становиться над собой. И вы, вот здесь, поймете, что хочет ваш дух, то есть что приносит тебе удовольствие внутри. Потому что вот здесь от ума понятно это, короче, там половина папа, он сказал, половина мама, еще половина родственники. Да, то есть какие-то ожидания от вас. От высшего я идут, знаете, больше, не хочу вас проговорить, короче, потом поговорите сами, от высшего я идут немножко иного порядка желания. И от духа идет то, что прям действительно хочешь прям ты. без вот этой шелухи всей вот социальной. Почему? Потому что очень часто человек хочет и делает то, чего он сам действительно не хочет. И потом такие люди говорят что-то, как я говорю, сейчас вспомню, что-то я стал уставать, что-то меня перестало этого радовать, мне кажется, что-то нужно изменить. И когда ты найдешь действительно то, что хочет твой дух внутренний, ты поймешь, что нужно делать, чтобы и второе, и третье появилось. Первое и второе появилось. вот это чуть глубже, потому что обычно вот на этом и заканчивается все. Почему 100 желаний пишут? Потому что в 100 желаниях иногда выскакивает истина. Материально заканчивается примерно до 30-го, 30-40 материальных вещей, потом все. Если не хитрить, я хочу путешествовать, первое, Турция, Германия. Не перечислять 160 стран мира, а путешествовал и закрыл все. И где-то на 30-м у тебя заканчиваются материальные желания. Яхты, пароходы, особняки, заканчивается все на этом. И когда заканчивается все материальное, выходят истинные твои желания. Там, почесать подмышку мартышки, что-нибудь такое. Покупаться с дельфином. Ну вот какие-то такие нематериальные, но какие-то вещи, которые тебя почему-то делают счастливее, что ли. И больше я вам скажу, они быстрее сбываются, чем то, что вверху. Как вы думаете, почему мы вчера задавали вопрос в прямом эфире, я говорю, мне постоянно не везет. У меня ничего не получается. И из-за чего это происходит? Это происходит из-за того, что мы привыкли к неудачам. И у тебя не получается не потому, что ты что-то не так делаешь, у тебя не получается, потому что чаще всего ты саботируешь свою удачу. Потому что с неудачей ты понимаешь, что делать, а с удачей, что делать. Представьте, всю жизнь не везло, и ты тебе повезло, что ты будешь с этим делать. У тебя никогда не было денег, и тут вдруг появились. Вы видели, что происходит с людьми? Когда у них не было денег, и потом раз, на них миллион долларов свалилось. Какая трансформация происходит у человека быстро. Кто-то возгордился, кто-то наоборот прячет, третий начинает раздавать все. Чаще узниче ходят потом. Это тогда, когда пришло резко. То есть когда твоя психика не готова, и тебе деньги пришли резко, тогда тебя начинают подламывать. Все демоны твои выходят. Почему вот я знаете, после январьских событий сидел и думал, нормальные же люди были, что еще произошло? Я сидел три дня и не понимал вообще, что это такое? Все ходили нормально, и сейчас же опять ходим нормальные, да? Никто никого не бьет, ничего не происходит. Что это вообще было? Это же не какие-то другие люди какие-то, это же мы. И с этими мыслями я вызываю такси в аэропорт и говорю, откройте багажник, я там сумку положу, таксист открывает багажник, у него там принтер, ксерекс. Я стою и думаю, что это происходит тогда, когда выходит безответственность, когда делай, что хочешь, никто за это отвечать не будет. Это внутренняя ответственность человека. Это вот эти вот деньги дают вот это же состояние, когда можно делать практически все. И у человека поднимаются все вот эти я всех куплю, я всех разведу, у меня там этот, и у него выходят вот эти демоны изнутри. Демоны говорят сейчас образно. Поэтому человеку желательно, это мое понимание, есть люди, которые скачут быстро в деньгах, видели, раз заработал, потом упал, опять заработал, и у них вся жизнь горькие. Я за поступательное увеличение денег, постепенно, чтобы моя психика успевала, чтобы у меня ничего не рвалось, чтобы я сильно не загордился, чтобы оно потихоньку- ушло вверх. И мне кажется, что это намного надежнее, потому что ты упасть можешь в конце жизни, и тогда это не очень комфортно. Я за такое медленное и надежное шествие вперед. Но можно себя и разрывать очень быстро. То есть это когда такие люди приходят с такой энергией, их нужно подрывать постоянно. Одну цель поставила, пришел, взорвался, потом пошел, приходит что еще, еще, и вот его подрывать будешь, такие люди за год, за два могут миллионерами стать. То есть они быстро прям растут. В основном психика у людей она такая, ну вот, нужно помедленнее. Но таких взрывных нужно, их, слава богу, мало, таких буйных. Помните, как у Высоцкого говорит, настоящих буйных мало, вот и не было вождей. Поэтому себя готовим. Как готовить себя к деньгам? Весь Ваш быт, все Ваше мироустройство выстроено на ту сумму, которую вы зарабатываете ежемесячно сейчас. Что это значит? Если у тебя зарплата тысячу долларов или твои доходы, весь твой быт должен выстроить на эту тысячу долларов. Если ты с этим доходом живешь больше двух-трех лет, все, что ты будешь считать, у тебя тысячу долларов все стоит. Технику дому посчитаешь тысячу долларов, платье тысячу долларов, одежда вся тысячу долларов, оно все будет в тысячу входить, она вся выстроится. И для того, чтобы ты научился зарабатывать или захотел хотя бы зарабатывать 10, тебе нужно порвать свое мировоззрение и расширить свои рамки в голове. Почему я говорю, что всегда это дорого выходит, это субъективно дорого. Все думают, как я она сказала, ты понимаешь, что если сейчас вот это делать, то это тебе очень дорого обойдется. Знаете, что она сказала? Я тебе не заплачу. Я говорю, мне не надо, ты себе должна заплатить. Что это значит? Это значит, что ты берешь тысячу долларов и покупаешь себе вещь, которая тебе практически не нужна, но пользоваться ей ты можешь только сам. Это из категории, это то, как начинается, это из категории туфлей, сумок, часов, каких-то ремней каких-то, что-то такое, что столько стоить не может. И для этого нужно делать человеку чекап. То есть ты его проверяешь то, что он обесценивает. Когда человеку говоришь купи часы, он говорит, я часы не ношу, стоп, иди купи часы. Или я кроссовки не ношу, или у меня обувь не важна, иди покупай. Или если у него все есть, тогда берешь самое дешевое из того списка, и тогда идешь и покупаешь. И тогда у человека срывает мозг, потому что все, что в твоем мировоустройстве было тысячу, и ты на тысячу купил ремень, и у тебя ремень, нет штанов, на которые ремень одеть, нет шкафа, куда этот ремень повесить, тебе кажется, что поцарапает или замарает все это. мозг начинает выдавать у тебя ошибки, твой мир начнет меняться. Мозг всегда сгенерит то, чтобы тебе было комфортно. И поэтому почему говорят, надо выйти из зоны комфорта. И зоны комфорта выходят для того, чтобы создать новую зону комфорта. Потому что когда ты выйдешь на 10, у тебя весь мир станет 10 тысяч. И потом опять себя надо взрывать. Понимаете? И постоянно, когда ты так делаешь поступательно, ты потихоньку привыкаешь к новому количеству денег или его объема. Любой человек вправе остановиться на любом объеме денег, который у него есть. Любой. Потому что одно дело 20 лет тебе, другое дело, когда тебе 30 лет. И совершенно другое, когда тебе 50, 60 лет. Многим уже столько и не надо денег. Ты даже не придумаешь, что с ними делать. Лучше что ты сможешь в 60 сделать со своими деньгами, мне кажется, детям отдать или внукам. Почему так говорю? Потому что есть все равно определенная нагрузка при зарабатывании. Определенный контроль. И когда у тебя тело начинает сбоить, то тебе столько денег уже не надо. Ты начинаешь за здоровье браться, еще что-то. Почему про это говорю? Потому что меня мое здоровье подперло в прошлом году конкретно. Вообще началось все в 20 с короны вот этой. И потом я понял, что что бы я ни делал, сколько бы я ни зарабатывал, оно не принесет тебе столько радости, если твое тело будет больное. В чем смысл вообще? Поэтому не от хорошей жизни я каждое утро хожу или бегаю. Кто подписан, я там первый раз получил удовольствие от бега две недели назад. я прям кайфанул, я час бегал, бежал, и мне прям вот, я не знаю, какой-то гормон высвободился или что, мне стало прям хорошо. До этого я ходил каждый день год по 5 километров, я не мог перейти на бег, потому что я был сильно жирный, оказывается. Хотя мне казалось, что я нормальный тогда. Знаете, как я заметил, что у меня как-то с лишним весом проблемы? Зеркало. У нас есть зеркало, я сидел на стуле, и зеркало вот так стоит, я облокотился на стул, и вот спинка стула, и за спинку стула что-то вывалилось. И я смотрю, думаю, ну жопа же не там должна быть, это что вообще такое? Я тогда задумался, потом я пошел к эндокринологу, она говорит, у тебя там проблемы, я говорю, ну я понял, ну у меня там за спинку вывалились проблемы. Почему люди, вот почему, знаете, очень часто говорят, ты злой, вот так нельзя говорить. Очень часто человек не видит. И когда мне говорили, что я там, ну как-то у меня там лишний вес, или там мне до сих пор говорят, я говорю, я еще похудел, вы не видели, когда вываливалось все. Вот. Потому что мы в себе не объективны. То есть я объективно не понимал, что у меня проблемы. и когда я в это в зеркале увидел, я понял, что да. И еще меня вставило, знаете, что когда я, вот есть замер метаболического возраста, слышали такое? Становишься на какие-то весы странные, я не знаю, как они проверяют, мне 58 лет. да. Хотя я выгляжу вроде не так старо, но вот потому что я пошел в санаторий один, и мне там кто-то говорит, а вот этот мальчик с кем приехал? Я говорю, что за мальчик? Ну вот мальчик с вами вот ходит, ему 44 года, ну как бы, что за мальчик? И они удивились, потому что половина были мои ровесники, а они выглядели как старики. Мужики, знаете, там 45-47 лет, седые, кузо такое, морщины какие-то. Я думаю, господи, вы собой что делали? А когда я на эти весы встал, мне сказали, что мне 58? Я думаю, ну что это такое? И теперь я вот биохакер, теперь я бегаю, я сейчас стараюсь, я думаю, что через год, когда вы придете, я буду очень стройным. Но я надеюсь. Я себя формирую, во всяком случае, это сейчас. Поэтому всегда объективность нужна. и в жизни, и объективно к своему телу подходим, и к своим финансам. Я понимаю, что за день мы, за день же не изменимся мы, Вот мы же все взрослые люди, и я вам сейчас накидываю, вы потом это начнете ковырять еще отдельно. Сами. Кто в найме работает? Поднимите руки, чтобы я понимал аудиторию. В найме. Кто работает на работе? Ага. Все, хорошо. Вот прям специально для вас есть такая Роберт Киасаки. Слышали? Роберт Киасаки это вот богатый папа, бедный папа. Вот начните, если вы на кого-то работаете, начните с нее, и потом квадрант денежного потока обязательно, потому что это сдвинет ваш ум. Я всегда очень аккуратно работаю с людьми, которые в найме, потому что я понимаю, что в следующие пять лет они меня будут проклинать, наверное, да? я когда первый раз эту книгу прочитал, я понял, что я в зеркало смотрю, думал, умный парень, что-то какой-то дурак. Я понимал, что что-то нужно менять, а изменить чего-то было страшно. Я в найме работал тринадцать лет, да? И тринадцать лет, ты когда просыпаешься, и у тебя зарплата идет, ты спишь, у тебя зарплата идет, ты ничего не делаешь, она идет, ты что-то делаешь, она тоже идет, и поэтому сильно много делать, и как бы тебе смысла нету, потому что все равно все идет. И когда я ушел, и знаем, как ушел, меня ушли, да? Меня никуда не брали на работу. Меня уволили, я не мог устроиться. И вот, по-моему, год или два я вот мучился, чтобы понять, что нужно работать просто на себя, да? То есть два года мук было. Я все ждал, знаете, это папина фраза такая, позитивный человек был, он говорил вот так, мне кажется, сейчас что-то произойдет хорошее, вот скоро. Я вот сидел, смотрел, и что-то ничего не происходило. Да? И вот два года или полтора мне казалось, что вот что-то должно произойти, меня позовут на работу, или скажет, какой гениальный мальчик пропадает, давай-ка мы ему поможем, да? И два года я ждал, что мне кто-то поможет, и что-то никто не помогал. И в какой-то момент дошло все до абсурда, потому что мы не могли платить, когда, короче, просили за шторы, скинуться на шторы по 3000 в этом школе, у меня истерика была, я не знал, что мы будем есть неделю. И я лежу, короче, это обычная мужская депрессия, да? У меня депрессия. С этим английским языком я теперь стал, этот, депрессия, английское слово, это глубокий пресс, оказывается. Это на порошке я прочитал дипклин, а потом думаю, а, депрессия, значит, тогда понятно. Вот, и у меня глубокая депрессия, я смотрел 3 сериала в день, это по 15 серий, представьте, 45 серий в сутки я смотрел в компьютере кино и не высыпался. Я сплю, глаза открываю кино, смотрю, сплю, открываю, и я понял, что все в жизни наступило жопа, когда пришла жена с ребенком, дочка маленькая, я вот лежу на кухне, у нас квартира 33 квадрата была, когда из туалета можно хлеб взять в холодильнике, ты можешь, дотягиваешься везде. Это как Кабатов говорит, доступное жилье, говорит, все доступно, говорит, все было на уровне вытянутой руки, и она пришла и такая садится рядом на кровать, а я на кухне валяюсь, короче, смотрю, и она говорит, я говорю, что надо, а я же агрессивный, я же полтора года я валяюсь, я говорю, что надо, а я злюсь, что вообще она меня отвлекает, женщина, и она говорит, ты знаешь, мы тебя очень сильно любим, я говорю, что, вместе сдохнем. И я про себя думаю, да, неужели все так плохо? и я вокруг посмотрел, но действительно не очень как-то хорошо. Я сделал, знаете, вообще, почему я говорю, что нужно что-то хотя бы сделать? Я открыл ноутбук, этот же ноутбук, с которым я смотрел кино, создал группу в Фейсбуке, и начал нагонять просто туда людей, и написал мастер-класс, будет завтра. то есть я сделал четверг, я писал на пятницу, на 7 часов. Это был час ночи. Я закрыл, короче, этот прикиньте, это я с утра целый день кубатурил, что мне делать, и родил только в час ночи. Тебе я закрываю ноутбук и спать. Все, все спать. Завтра важный день. А сам же понимаю, никто не придет, да? Ну, как могут прийти, в четверг ты назначаешь, на пятницу? Сейчас, ты, короче, в пятницу в час ночи назначаешь тренинг на 7 часов вечера. Короче, я сделал все, чтобы не получилось. Закрыл ноутбук, лег, сплю, утром просыпаюсь, попозже, потом что-то чай попил, там этот, и, короче, 11 часов дня, и я боюсь ноутбук открыть. Я открываю ноутбук, и, о боже, 20 человек откликнулось. Знаете, что пишут? Напишите, пожалуйста, адрес. Адрес? Я вчера ночью только придумал, какой адрес. Я начал быстро искать помещение, короче, где-то к часу я его нашел, потом в рассылку в личную всем раскинул, и, короче, было, по-моему, 12 пришло на первый мастер-класс, и вот так это все началось 11 лет назад. То есть, ничего. Я сделал все, чтобы не получилось, и оно почему-то получилось. И потом я начал это делать, мастер-классы, там, по-моему, раз в месяц, или потом раз в неделю делать. Потом почему-то я решил, что надо почему-то в Астану. хотя логичнее было сделать тренинг в Алма-Ате, да, первый. Я сделал первый тренинг в Астане. И в Астане я сделал то же самое. Я снял офис, написал в группу, всех что-то добавил, и вот так потихоньку пришло. Тогда хорошее время было, на 5 тысячи кофебрейк я тогда набрал, по-моему. Представляете, на 5 тысячи я набрал три пакета чая и там печенья. Это, знаете, когда идешь у Бога просить дождь, возьми с собой зонтик, да? И я вот набрал там на 15 человек кофебрейк, пришел туда, не пришел ни один человек. Потом приходит одна девочка, она у меня была на индивидуальной сессии в Алма-Ате. Она говорит, ты знаешь, я пришла к тебе поддержать, потому что ты мне очень сильно помог. Я говорю, ты знаешь, за все оплачено, пойдем пить чай. Никого нету. 5 человек пришло в 12 часов дня. Со словами, извините, мы опоздали, но вообще, я не ждал вообще никого. И мы вот так два дня тренинга провели. И так тренинг и состоялся. И два дня мы его провели. Я к чему, что очень часто человек, когда становится на свою дорогу, тебе надо просто полшага сделать вперед, и у тебя открывается она. Это помните, как в компьютерной игре, да? Где все темно, и ты подходишь, и у тебя вот так открывается. Тебе надо просто быстрее идти. И вот, и так эта дорога и открывается. Многие же ходят дорогу открывать, да? В бубен побить день, подышать, что-нибудь там. И вот дорога открывается под ногами идущего. Вот ты идешь, и она и открывается. Ты если стоишь, она не будет, ничего не откроется. Вы всегда чувствуете, когда вы идете своим путем. Вы попадаете в состояние эфории, легкости в такой. Немножко, знаете, как медитативное состояние, у тебя слегка кружится голова, и все получается почему-то. Это твой путь, потому что. Это первый признак, что ты встал на свой путь. И с него не сворачивайте. Как только ты идешь, и становится тяжело, вернись обратно. Далеко не заходи, потому что ты можешь сильно далеко уйти, и потом очень жалко будет возвращаться назад. Очень обидно. Потому что нужно будет все бросить и пойти. Поэтому себя нужно чаще корректировать в своих истинных желаниях и формировать вот этот коридор свой будущего. Я вам кейсами буду рассказывать, чтобы оно картинками вам в голову садилось, чтобы это... Откуда вообще это упражнение? Это упражнение мне дала учитель. На мой. И я, если честно, на него внимания вообще сильно так не обратил, но это же люди. И люди, когда приходят с определенным запросом, у тебя всплывают какие-то инструменты. И приходит ко мне женщина, ей на вид было лет 47, может, тогда. И бывают же такие вот люди, она вот к тебе дует, что ли, или что-то... Такая вот Мэри Поппинс. Знаете, вот идеальная женщина. Да? И... Она в таком в деловом костюме, очень такая вот, нервной складочной, вот приятно пахнет от нее, да? Прическа уложенная. Ну, идеальный, вот идеальный человек. И она когда пришла на сессию, я говорю, у вас какой запрос? Это было очень неожиданно, от нее слышать. Вот встала. Вот еще комплекс отличницы, знаете, она вот встала, вот ощущение, сейчас руку поднимет, и она вот так. Меня все называют блядью. Че? Ну, блядь, я... Ну, так говорят, на самом деле нет, я никому не даю, ну... Я говорю, господи, что за запрос дурацкий такой, да? Ну, вот... Нормальный человек. Я говорю, как это проявляется? Она говорит, ну вот у меня есть на работе этот... начальник, который не в моем отделе, а там какой-то департамент, другой. Его жена прибежала, говорит, я знаю, ты, блядь, спишь с моим мужем. Началось, говорит, с этого. А я, говорит, нет, я не, блядь, я с ними не сплю. Это вообще странный диалог такой. Я говорю, и все? Ну, как бы, она же успокоилась, все, да, она сейчас не беспокоит? Ну, и что? Ну, и все, и все. Она говорит, нет, на этом не закончилось. Что произойдет? Теперь, говорит, меня из лифта выталкивают. Я говорю, что? Как выталкивают? Она говорит, вот я на работу приезжаю, вызываю лифт, и там стоит, допустим, пять человек, да, и какая-нибудь бабка там или там женщина, я с такой блядью, как ты, в одном лифте ехать не буду, и она меня, говорит, не запускает и уезжает. И это происходит в торговых домах, это происходит у меня дома, говорит, даже вот, ну, в подъезде, в лифт не запускает. В какой-то момент я, говорит, думаю, почему, если они не хотят ездить со мной, должна я не выходить? Она стала этих бабок выкидывать из лифта, потом сама. И, говорит, последней каплей моей, знаете, что было? Ее отправили в командировку в Лондон, она, говорит, я приехала в командировку, и где-то в парке иду, и, говорит, подхожу к женщине, говорит, извините, не подскажете, как пройти, там, заблудилась. бич. Я, стояв в сквере в Лондоне, поняла, что мне надо к вам. Понимаете? Что мы с ней сделали? Я говорю, напиши, короче, я это давал ей на день, вам даю это до обеда. Потихоньку, сейчас себе пишите. Напиши все свои негативные качества, которые ты в себе не принимаешь. И вот это, как она писала, так не пишите, вот она писала, знаете, как можно было так, блядь, перепразировать, я не знаю. Она написала, я падшая женщина. Вы с какого века к нам пришли, извините? То есть, если блядь, пишите блядь, да, ну вот. И все качества, вы можете в теле, там, сильно толстая, худая, уши торчком, нос не такой, вот все, что ты в себе не принимаешь. Жадная, злая, стерва, там, у кого там, блядь, шалава, ну это все напишите, наверное. Это у всех клин на этом почему-то. Для чего это делается? Человек себя чувствует неуверенным тогда, когда он что-то в себе не принимает. Ты можешь быть суперчеловеком, ты можешь быть суперспециалистом. Я сейчас, этот, мужиков здесь немного, насколько там в группе двое, и я один еще, еще вот здесь на сколько, шесть человек. Поэтому женщинам пока сейчас объясню, чтобы вы поняли, да, как женщины. Это знаете, когда ты идеально одет, у тебя офигенное платье, да, но у тебя колготки, вот здесь дырка, а платье вот такое, никто не видит, да. И это тебе, вот, чисто психоэмоционально лучше эти колготки выкинуть, чем ходить в дырявах. Потому что все будут чувствовать твою неуверенность. Никто не знает, но ты же знаешь. Понятно, да? И вот эти негативные качества, почему я говорю негативные качества? Потому что позитивные качества мы все себя любим. Ну, в основном. Вот, это американские психологи посчитали, вот, за что мне, они мне нравятся все, что они все считают. Вообще, меня, вот это очень удивляет их цифровизация, вот эта привычка все просчитывать, да. И они даже, такие вещи, как хорошие, плохие качества, 128 качеств всего в человеке, и положительных, и отрицательных, это все вместе. 57 качеств, они положительные. это добрые, отзывчивые, вот эти все. Почему 57? Потому что, кто занимался бриллиантами в классической огранке, в классической огранке бриллианта, 57 граней. И мы, когда с вами встречаемся друг с другом, мы достаем свой бриллиант и все свои хорошие качества и показываем друг перед другом, какие мы хорошие. но свои, вот эти вот, которые остались, 71 качество, негативные, мы их прячем. Это помните, когда веники еще были? Да? Когда мама говорит, уберись дома, и ты подметал, подметал, и такое все под ковер. Помните, делали так, да? Вот. И мама потом приходит, такая, а здесь? И, короче, уборка начинается заново. А теперь генеральная, она говорит, да? И вот каждый раз, когда ты в себе не принял какие-то качества, вот эти 71, их еще много, больше, чем положительных, получается так, что любой человек, который найдет твое хотя бы одно негативное качество, которое ты в себе не принял, какой-то женщины, допустим, там, блядь, шлюха, ее назови, она сознание теряла. Я когда ей говорил, скажи, я шлюха, она, я шлюха, и в обморок она падала. Любой человек, который найдет твое непринятое негативное качество, он тебе будет говорить, да ты, блядь, и ты будешь доказывать, что ты не, блядь. И говорит, да ты жадная. И ты, да нет, я не жадная, смотри, я вот здесь помогла, вот тут дала денег, этому дала. Понятно, да? и тогда тобой можно манипулировать легко. Ты будешь делать все, что человеку, лишь бы доказать, что ты там хороший какой-то. Поэтому очень важно вот 71 качество принять. 57 качеств вот этих положительных, ну, мы часто очень принимаем и вот эти аффирмации, поэтому часто они и заходят, да, там, я там, любящая, любимая, там, женщина, этот. Они не заходят, такие аффирмации, только тем людям, у которых счастья нету. Вот знаете, есть люди, которые не могут сказать, я там, счастливая, я там, любимая, вот это, да? И у них тоже там происходят в теле какие-то прям изменения. Замечали, что когда слушаете аффирмации, где-то немеет, где-то колет, вот так дергается, да? Это вот это непринятие выходит. Но вот 71 качество, очень многие забывают, что их тоже надо принять. Поэтому вы в течение дня сейчас записывайте, мы после обеда вот эти практики будем с вами делать, те качества, которые ты себе не принимаешь. Их должно быть минимум 71. Желательно, чтобы было больше. Если туда тело будешь включать, то еще что-то добавится. там, кто обед хочет, будет попозже. Получится в три, да? Я вообще время теряю. Вот. Поэтому 71 качество вы потихоньку свое выписываете. о том, что с ними делать, я вам скажу. Это гениальная вообще штука, это вы будете еще делать дома где-то недельку. До тех пор, пока вам не станет хорошо. Как только тебе станет хорошо, с этого момента тобой нельзя будет манипулировать. Все. Почему? Замечали, что очень часто родственники против, чтобы выходили к психологу на тренинги или еще куда-то, да? Замечали? Особенно там муж бывает или жена там против, мама против. Потому что человек меняется очень сильно. Потому что когда родные же все знают, да? Ну, куда нажать, там, где болит, где не больно. То есть они манипулируют очень хорошо. И они привыкли. Нажал один, ты один. Нажал два, ты два. Нажал десять, ты десятый канал показываешь. Но когда ты примешь свои негативные качества, да? Мама нажимает первый канал, у тебя двадцатый. Мама нажимает двадцатый, у тебя семнадцатый. Понимаете? И людям непривычно. Чего? Там кондиционер, девочки, спросите, надо 23 сделать это. Там 19, там на китайском все я подходил. Я бы его отрегулировал, но там на китайском все написано, я не разбираюсь. Надо администратором. И эти качества негативные, которые мы будем себе в общем принимать. Вот это, ну в общем. кто хочет прям сегодня поплакать, покричать? Есть такие вот прям, чтобы выброс был немного, да? Есть? Есть. Не хочешь? Это будет, да? Ага, хорошо. Смотрите. Есть. Будет несколько этих моментов, когда это можно будет все сделать. Мы можем еще это просмеять. Видели, смеха йога есть? Мы можем еще просмеять ее, только потом, что она ржет, вы так не делайте только, ладно? А то некоторые серьезные хуйки, что они ржут вообще, дурные какие-то. А потом, это когда тренинг был, когда последний, на 200 человек мы делали в санатории когда. Я не знаю, был офигенный тренинг, да? То есть мы, когда два дня что было, два дня был, да? И мы, представьте, второй день, все, короче, хорошо, и одна такая выходит, а я не смеялась. Я говорю, ну это же, ну я разве виноват? Ну в смысле, как бы, это знаете, тебя два дня вот, трахали, да? И ты так, а я не кончил этого на второй день. Ну это чьи проблемы вообще, да? Смотрите, очень важно раскрыться внутри. Не тормозите себя, ладно? Я сейчас, мы будем раскачивать потихоньку, потихоньку, нету задачи прям реветь, нету задачи прям смеяться, нету задачи прям там кричать, кричать, но в любом случае мы будем потихоньку пробиваться к вам туда в сознание для того, чтобы мы смогли это все сделать. С теорией накидаю, чтобы потом уже, ну, когда в практику зайдем, ну как бы, потом некогда будет. Вы не в том будете состоянии, чтобы информацию потом брать, ладно? Нормально вам, да? Не скучно? Ну, все окей. А то, может, кому-то динамики не хватает. Сейчас мы этот чуть подождите. Раскачаем, да. Сейчас я попью. Холодно, да? У меня тоже. Я этот сюда, поэтому вышел. Я вообще мерзляк, я думаю, надо было кофту одеть. Сейчас там подкорректирую чуть-чуть. Здесь очень быстро на этот, мне кажется, душно будет. семью. Давайте чуть-чуть. Очень много вопросов, мы когда в Инстаграме задаем, очень много вопросов, что делать с наркоманией, с алкоголизмом, с наркоманией. Очень часто задают вопрос с безответственностью, да? Это все закладывает семья. Муж не берет на себя ответственность. Или жена не берет ответственность. Или я хочу там от него из-за того, что аудитория в основном женская, и все жалуются на мужиков. На самом деле семья это такая обоюдная штука, То есть это твой партнер, это либо кармический он, как сейчас модно говорит, значит ты в прошлой жизни какую-то фигню натворила, и тебе пришел вот партнер, с которым тебе придется в эту фигню проработать здесь. И чем быстрее ты это сделаешь, тем счастливее вы будете, ну, раньше. Чем дольше вы будете страдать, тем дольше вы будете неуспешными и так далее. Поэтому семейные вещи, вот, проблемы надо прорабатывать быстрее. Но это почти невозможно. Почему? Потому что есть определенные этапы развития семьи. У всех, кто замужем был, или кто там женатый, и кто замужем до сих пор, вспоминайте. Первые три года муж чистит, жена чистит свое сердце на мужа. Сейчас объясню. Три года. Короче, она его. Так только во этот. То есть все ее обиды, начиная от папы, заканчивая тобой, она будет сливать на него в эту сторону. Поэтому кризис трех лет. Если в течение трех лет после брака люди развелись, это не выдержал он своих претензий. Ну, женских. Следующие четыре года. он ее. Все претензии, начиная от мамы на всех женщин и заканчивая тобой, он вылит на тебя. И браки, которые после трех лет, до семьи, это не выдержала она. Знаете, в чем прикол? Что если ты разведешься, выйдешь замуж, что все заново? То же самое. Это ужасно на самом деле. Это знаете, есть девчонки, которые прошли тысячу и один тренинг, и они такие, знаете, прошаренные, духовные, умные, и уже психологи сами там принимают. Как влюбилась, все забыла, вообще ничего нету в голове. Я вам говорю, ты же сама, ты же знаешь. Я ничего не понимаю, в чем мне делать. Вот. Семь лет. Семь лет это только притирка. Почему я говорю, что нужно жить отдельно, потому что, когда вы живете с родителями, этого не происходит. У тебя права голоса нету, вы ругаться не можете, мама там как-то не так смотрит, папа там типа этот, кто-то кого-то защищает еще, не дай бог. Вообще, короче, фигня. Видели браки, где вот они жили с родителями, потом они, этот, родители ушли, и брак распался. Потому что притирка началась, и они не выдержали. Понимаете? Вот. Поэтому очень важно понимать, что эти этапы есть. Очень важно понимать, что вы через них не... Есть несколько всего вот это переходный возраст. Это такие первые проблемы. Вторые проблемы это начинаются в семье, когда вот эти 7 лет. И третье, самое грандиозное вот такой урок в жизни, это кризис среднего возраста. Его не обскочит никто. Не будет ни одного человека, которого пронесло. Он начинается сегодня, он примерно, у него начинаются обороты где-то с 37, до 45. Это может сдвигаться, но раньше, я не знаю, в 35 кризис среднего возраста, мне кажется, еще не наступает. Но 37-45 это тот период, когда основная масса там где-то. Конечно, ты можешь чуть потормозить, у тебя 48 это стрельнет или в 50, но короче, лучше раньше. Потом перед внуками неудобно. это у женщины и мужчин. Вот это 45, баба ягодка опять, это вот оттуда. Она вдруг поняла, что я королева, не для тебя красная ягодка росла, да, да, на меня мужики еще смотрят, вот это все включается. Она там хочет внимания повышенного. Мужик тоже самое. Но у мужиков, видите, если у вас я там еще ничего, а мужчина уже напоследок думает, достреляю еще. Ему кажется, что недолюбил он еще, и он начинает долюбливать быстро-быстро. Здесь есть еще сексуальные проблемы на самом деле. Потому что секс угасает к этому периоду. Ну, как правило, да, очень часто, во всяком случае, между парами. Она думает, что он больше не может, и ему не надо, а уже ей как будто не надо, да, и вот у него появляется там помоложе кто-то, кто его зажигает, и его закидывает эмоционально в 20 лет. Потому что молодой же пофиг, сколько он там может, ей вообще плевать, она хотела, она же не спрашивает, и сколько надо, на сколько берет. А у того клинит, он думает, что я могу только с ней. Тогда мне уролог сказал, люди изменяют, тогда мужики, когда у него проблемы, но он думает, что проблема в жене, и он начинает искать другую. Но на самом деле проблема у него. Вась тема любовниц, вообще, надо вам? Да? Сейчас, подождите, тогда. Сейчас. Сейчас, сейчас, это вот к любовницам не подберемся, это не получится понять. здесь есть две схемы, которые, ну вот, они, знаете, они прям жизненные, да, и они очень выстраданные, и в этом очень много знаний, вам, вот, чтобы к этому прийти, нужно много-много прочитать всяких фигней всякой. И оттуда по крупицам это собиралось. И еще, вот, я вам сейчас отдам, сейчас, смотрите. Вам станет, вот, знаете, вы начнете понимать, настолько это просто, что вот вы посмотрите и, а, вот, да, 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 потому что это нужно аюрведу чуть-чуть посмотреть, там, когда ты там маткой к центру земли, слышали вот это? Энергию оттуда всасываешь, потом поднимаешь, мужчине отдаешь. И вот это тоже чуть переоценили многие, да, там, о, на твоей энергии зарабатывает, женщина говорит, слышали? А тебе ничего не покупает, сволочь, жмот. Отчасти это правда, но чтобы из тонкого мира, вот, из энергетического мира пришло что-то в материале, должно пройти какое-то определенное время. Мужчина, еще раз запомните, это не вендинговый аппарат, куда ты там деньги засунул, сразу с ней вывалился. То есть, нужно чуть-чуть подождать. Ты туда чуть-чуть засунула, и потом ждешь, потом ты вываливаешься чуть попозже. Не сразу, не на первом свидании, и точно не после первого секса. Ну, иногда, конечно, можно и так, но... В общем, смотрите, сейчас этот разбор будет с точки зрения энергетического потенциала, финансового потенциала, и с точки зрения немножко вот этого вот, как кто развивается. Мужчина, почему мы друг без друга не можем, знаете, мужчина-женщина, по идее, это все очень сомнительное мероприятие, вот это женить бы, там свадьба, там замуж выйти, и вот женщины, которые за 40, они понимают, что, ну, в принципе, могу и сама, да, ну и нафига вот это все было. Сейчас объясню, зачем. В гармоничном мужчине, в гармоничном мужчине 75% мужской энергии и 25% женской. Это вот, это мужчина. В гармоничной женщине 75% женской энергии и 25% мужской. Если мы с тобой гармоничная пара, я беру твои 25% мужской энергии и становлюсь 100% мужчиной. Ты берешь мои 25% женской энергии и ты становишься 100% женщиной. Мы, вообще нам нужна пара для целостности. энергетической и духовной. То есть, для того, чтобы я понимал, что я мужчина, ты понимала, что ты женщина. Все. Самостоятельно, вот то говорят, я никогда замуж не хочу и не надо мне. Лукавят они. Настоящего счастья ты все равно не добьешься без мужика. Как бы это ни было. И мужчины то же самое. И вот в этом вот, ну вот, соль вся. Это как помните этот, особенности национальной рыбалки, да, или охоты там. Он говорит, праздник без женщины как часть без знамени. Вроде все хорошо, но ничего-то не хватает. А не хватает гордости. Поэтому, вот, должна быть гордость. То есть, ты должен чем-то хвалиться, что рядом с тобой 100% женщина, с тобой рядом 100% мужчина. И в этом кайф, на самом деле. И в этом есть гармония. Потому что многие задаются вопросом, зачем мне. Я раньше, знаете, думал, что только женщины хотят замуж, да, а стали приходить мужчины там 30 лет, 35 лет. И они такие, я говорю, жениться не могу. Вы, девчонки, представляете, у мужика запросить, жениться не могу. И он искренне не понимает, почему одну вот. Я говорю, тебе что просто кивни, тебя заберут. Ну, в смысле, какие проблемы в Казахстане жениться мужику? Женщин больше, чем, ну, во всяком случае, пока. Хотя, говорят, это меняется, да? Сейчас вот, вот дети, кто там, этот, у них наоборот, кажется. Мужчин больше становится почему-то. Вот. И поэтому пара, в общем, нужна. и мужчине, и женщине нужен человек. Еще как думаете, зачем нужен вообще, для чего нужно с кем-то жить? Любому человеку нужен свидетель твоей жизни. То есть, человек, который про тебя знает все. Когда мне братишка говорит, он меня когда-то встретил в аэропорту, я такой, знаете, вот после самолета вот ушатанный просто в хлам, да? И мы выезжаем из аэропорта, я говорю, надо так, этот, для инстаграма. Я такой, уху, друзья, потом выключаю телефон, и, опять, ты как актер, он вот так, ты как актер. и вот должен быть человек, который знает, видит тебя настоящего. Ты видит тебя настоящего. Так или иначе, мы все равно временем, в смысле, ложь есть, она, короче, везде. И меня вот в этом плане тоже, я извиняюсь, что я вас нагружаю так на после обеда, потому что будет очень много таких вещей, с которыми будем работать. подумайте, какая твоя основная ложь, в чем ты, короче, врешь. Людям, себе особенно. Какая твоя главная ложь в твоей жизни? Кто сможет, потом, ну, может, сможете поделиться, только фамилии не называйте. Вот Некрасов, когда прилетал, я брал у него интервью. Это было в ноябрь, по-моему, или октябрь месяц, да? И он сказал, что в Казахстане, тогда он сказал, в Казахстане критическая масса лжи и Казахстан может потерять территориальную целостность. Это он в октябре, прикинь. И стал про Украину что-то тоже говорить. Я говорю, короче, ну, это же не наша тема, давай Еву. Вот я сейчас так жалею, что я туда не залез дальше, но я побоялся, что, ну, короче, захейтят из-за вот этих вот всех политических разборов. Я его от этого увел в сторону. И 4 января, когда я сидел вечером дома, вон оно что. А потом 24 февраля такой, вон что ты хотел сказать. И поэтому очень важно, чтобы вот эту ложь из себя вытащить. Так или иначе, мы все влияем на энергетическую составляющую города, страны и так далее. Поэтому эту ложь, знаете в чем? Нужно признаться не людям, нужно признаться себе. Это вы, смотрите, это задай вопрос, и он будет у тебя вертеться, и в какой-то момент он всплывет сам. А? Ну ты сейчас, я же тебе задаю, в чем я вру? Ты вот себе говоришь, в чем я вру? В чем моя самая основная ложь? Вы еще можете, знаете, еще на такой вопрос ответить, какой твой основной вопрос? Вот прям себе напишите, какой мой основной вопрос? Себе. Да. Вот что ты часто спрашиваешь? Как вот... Это тоже очень прикольная вещь. Почему? Потому что твой основной вопрос выстраивает твою жизнь, твое поведение. Некоторые же говорят, почему жизнь так тяжела, да? И вот пашут, и пашут, пашут, и, блядь, остановиться не могут. Некоторые говорят, что вот жизнь – это развитие, да? Я из одного тренинга в другой, и из одного универа в другой, и не могут. А самые вопросы могут меняться. Но как ты его себе задаешь, так ты и живешь. Давайте взаимоотношения полов теперь. Плавно перейдем. Я сейчас с точки зрения энергетики буду рассказывать наши связи, да, вот эти. Вы это можете потом в книгах где-то еще найти подтверждение, да, но я вытащу самое основное, оно будет достаточно коротко, но емко. Потому что я не люблю воду. Много. Так, мы, смотрите, вот так, мужчина. Смотрите, мы рассмотрим с точки зрения мужчины, потому что я сам мужик, я, короче, это, да. Но женщины мы тоже посмотрим с той стороны, но вас, женскую аудиторию, тоже больше волнует мужская. С женской стороны все просто объясню. У мужчин из-за того, что здесь участвуют женщины, все сложно. Да? Потому что нейронные связи женские у вас вообще там разрывают. Вот. И мы, и вот женщина. С этой стороны. ее поменьше сделаем, чтобы не по значимости, но вот, ну, если физически уже меньше. Вот. Когда у нас происходит сексуальная связь, да, на уровне энергии, вы потом тоже это где-нибудь прочитаете, мужчина от, вот от пупка отходит, два жгутика таких энергетических женщины. А, от мужчины один отходит вот сюда. Вот так. От женщины один. От женщины отходит два. Вот сюда. От ее пупка к его пупку. И это такая устойчивая связь, когда мы друг друга любим, там, все хорошо. И нету никого рядом, там, детей никого нету пока. Вот женщина. Откуда берет энергию женщина? Женщина там через матку в центру земли берет там энергию, поднимает ее вверх и передает мужчине. И так она соединяется с Богом. Ну, с космосом. Мужчина берет оттуда сверху наоборот энергию сверху с космоса и дает женщине. И так соединяется он с землей, с материей. Поэтому женщина к духовности идет дольше, чем мужчина. Знали вы, нет? Я вам сейчас объясню. Это вот очень часто женщина ходит по тренингам и такая, тебе тоже надо. И вот она начинает. Сама на 5 лет развивается. Потом муж приходит на какой-нибудь тренинг, смотрит. А я знаю. Я же тебе это говорил. И ты такая, что за фигня? То есть мне надо было 5 лет, а он сразу вдруг понял. И он начинает еще тебе цитировать кого-то, что-то объяснять. И он еще с тренером в унисон как-то разговаривает. И женщина не понимает еще, что за фигня произошла. Очень многие на таком разводятся. Потому что ее эго духовное не выдерживает. То есть она всегда считала, что он в ниже. И тут выясняется, что он сильно выше нее стал вдруг. И на этом очень у многих клинит. Часто. Ну, раньше так было. Сейчас, может, чуть по-другому. Мужчина. Мужчина. приходят деньги чуть сложнее, чем к женщине. К женщине деньги приходят легко материя. Женщина зарабатывает легче. Вот вы себе это в голову забейте, пожалуйста. Отчасти, потому что у женщины меньше, знаете, чего? Гордыни. Такой вот. То есть мужчина, он не любит унижаться. Замечали? Да что он там? Да пошли они мне вообще ничего не надо. А женщина кивнет и заберет все. Я пару раз видел, как женщина с парнем открыли бизнес. И потом они делили бизнес. Она, короче, все у нее осталось, и она еще недовольная. Я говорю, чем ты недовольная, ты все забрала. Но он же сейчас там что-то зарабатывает. То есть она еще с его будущих доходов хочет забрать. и она расстроена из-за этого. И она еще говорит это ради детей. Ради каких детей? У вас нет детей, гонишь-то? И вот вот эта связь. Короче, в духовность женщина идет тяжелее, но зарабатывает она легче. мужчина зарабатывает сложнее, но в духовность он уходит легче. Это, по-моему, даже в Коране есть подтверждение, я не знаю. Можете там что-нибудь поспрашивать, что мужчина ближе к Богу, что ли. что-то такое там. И вот смотрите, социальную планку ставит женщина. Сколько мужчина будет зарабатывать, ставишь планку ты. И вот, допустим, приходит такая женщина, и ей надо 100 тысяч долларов, допустим, в месяц. Образно, да? Это деньгами буду писать, но вы имейте в виду, что это энергия, да? Ну и деньги, ну и разницы нет. Вот 100 тысяч она хочет. Вы сейчас поймете, в какой момент любовница появляется, зачем она появляется, кто она такая. А то все, сучка крашена, и все. Сейчас поймете. Вот. Она хочет 100 тысяч. Она там с землей соединяется через матку, дает энергию, он идет и зарабатывает, приносит ей. Ну вот идеальная схема. Теперь вы какое-то время пожили, появляются здесь дети. Женщина. Из-за того, что грудной ребенок она начинает уходить в детей. Ты же не можешь 100% мужчине отдавать энергию. У тебя внимание уходит, сбивается вот сюда. И сюда, допустим, уходит 80% энергии. У него минус 80. 20 осталось. но ты хочешь все равно 100. Понимаешь? Ты даешь 20%, а хочешь 100%. И мужчина, как эти морские котики говорят, или кто там вот эти, на морально-волевых, да, то есть, он на собственной энергии через какую-то маму, он зарабатывает тебе 100 тысяч, ушатываясь в хлам весь. У него, короче, депрессия, ему тяжело, и он это, и он это все прет. Так безболезненно для тебя это может происходить где-то 5-7 лет. Примерно 7 лет мужчина может на собственной воле зарабатывать деньги. даже когда ему твоего внимания и энергии не хватает. Это как раз у вас там, помните, в этот период притирки, дети уже там, ты уже третьим беременны, может быть, там на седьмой год или там вторым. Ты вся туда уходишь. И вот задача женщины, и, короче, смотрите, теперь сейчас мужика рассматриваем. У мужика, смотрите, было 100% энергии, 80 у него забрали, осталось 20. Но требует с него все равно стольник. И он вот пашет, 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 в какой-то момент он упахивается просто. И женщина почему-то, я не знаю, с чем это связано, вы как-то становитесь сильно самоуверенными. Он от меня никуда не денется. Это мой, мэ, мэ, мэ. Такие немножко чванливые становитесь. Но тут появляется Если брать то, чтобы подлиннее было, что теперь? И здесь появляется такая, знаете, очень часто начальники вот эти вот, или вот там директора, они могут не изменять жене, но секретарю своему они там на 8 марта подарочек какой-то подкидывают, да, и там прям брызжет, она там, ааа, спасибо, и он этой энергией питается, и потом, поэтому подарки учащаются. То есть он чаще, потому что домой он приходит, там что-то дарит, она говорит, он туда положи, даже не открывает. Это вот эта гордоливая женская вот эта фигня, которая. Типа мне не надо, или что-то дешевое, я бы сама могла, лучше бы деньги дал. Отсутствие благодарности мужчине. Благодарность мужчине, она должна быть, почему? Потому что если брать прям вот сильно утрированно, то мужчин есть всего две категории. Одна категория – это достигаторы, которые всего достигают, но эмоционально пустые они. И вторая – это эмпатичные мужчины, которые очень внимательные, но у них с действиями проблемы. То есть достигаторства здесь не хватает. В идеале он должен быть чуть-чуть вот здесь. То есть чуть-чуть больше достигаторства, но и доля эмпатии должна быть все равно присутствовать, чтобы ты не страдала сильно. Но если взять вот крайние вот эти пороговые вещи, то что делать с мужчиной-досигатором? Как им манипулировать? Или как им управлять, ладно? Им нужно просто восхищаться. «Ты мой король!» Помните вот это? «Чтоб мы без тебя делали!» «Да мы только ради тебя живем!» «Благодаря тебе живем!» Какую-то такую дичь накидываете, и, короче, любой, этот, он твой. Все. Второй вот этот эмпатичный, его нужно хвалить. «Ты такой хороший!» «Молодец! Как ты лампочку вкрутил!» «Вот!» «Это вот!» И тот, и другой мужчина будут ради тебя рвать жопу. Ты можешь даже его роли перепутать. Он же не всегда там достигатор. То есть, если он там в эмпатичном состоянии находится, ты такой «О, мой король!» И он такой что-то на тебя смотрит, «Да начинай хвалить!» «Ты такой хороший!» «Молодец!» «Мой мил-мил-мил-мил-мил-мил-мил-мил-мил». И он сразу такой все твой обмят. Вот две кнопки. У вас больше, у женщин. Нам сложнее, на самом деле. И вот... Короче, мужик остался бесхозный. Природа пустот не любит. Появляется вот эта длинноногая блондиночка, которая его, она думает, бесхозный валяется, возьму. И здесь происходит такая же связь. Сюда два канатика. И сюда от него один. Теперь смотрите, что произошло. Любовница должна быть энергетически либо равна жене, либо чуть выше. Иначе смысла никакого в этом нет. Может будет, но не такой большой. И допустим, она равна тоже 100 единицам. И тогда у мужика вот здесь вторая облакнованность. У него профицит. бюджета. То есть ты требуешь 100, энергии у него 120, у него еще 20 лишних остается. Понимаете? Он в легкую закрывает все твои потребности. Почему женщина видит, мужчина когда изменяет, он меняется что-то. по идее-то он и на запах меняется, если честно. Я поэтому вот это, когда говорят, я не знала, я не ждала, что ты брешь? Столько раз говорили и показывали, а ты не знала. Поэтому вот, у него профицит 120, и он дает, и вот этот треугольник может держаться очень долго. Пока хочет она. Потому что единственный, кто может развалить этот треугольник, это вот она. Как вы думаете, для чего любовница вот эта штука нужна? Любовница встречается с женатым мужчиной тогда, когда она боится брака. Понимаете? Это ее внутренний страх выйти замуж. А за женатого мужчину ты замуж никогда не выйдешь. То есть, ну там таких вопросов даже не стоит. Потом мозг он тебе сильно не делает, да, и на праздники ты с подругами. То есть, есть своя выгода определенная. Такие очень чистые отношения от всякой чашелухи. Но в какой-то момент эта девочка, она смотрит, как ты относишься вот здесь, и она тоже хочет повторения. На самом деле, это такое себе, но знаете, в чем минус вот этой вот для нее? Что все деньги идут вот сюда. Вот все, что тут генерится, уходит вот сюда. Это, я тебя умоляю, это то, что ей в рот, вот у нее в рот не попало, вот сюда упало, вот ей дают. Ты просто не, ты у жены посмотри, что есть. Там уже у нее там по 200 квартир, наверное. Это представь, сколько мужик должен зарабатывать, чтобы незаметно от жены подарить квартиру у любовницы. У нас по-любому уже там везде все знают. вот это устойчивая конструкция в какой-то момент нарушится. Обычно вот это два года, три года, вот где-то там у кого-то четыре затягивается, да, но четыре, когда затягивается, четыре-пять лет, это это женщина, которая уже все, она поняла, что замуж не хочет и вот может в этих отношениях долго быть. Она может стараться из них выйти, потом опять заходить и вот, ну, вот как-то выходить, но ей, такой женщине, нужно для себя решить, что я хочу семью. Действительно хочу. И потом просто, ну, пойти и сделать семью. Почему говорю пойти и сделать? Потому что, помните, я говорил, что мы из прошлого все свои берем, да, вот, то есть, как мы начали с мальчиком встречаться, так и встречаемся потом в 40 лет так же. Мы так же ждем, что сейчас я пойду и он навстречу, о господи, что за красота и за мной там увязался, да, а ты уже другая же, ну, в смысле, тебе не 19 уже, да, и уже никто не бежит. Нужно уже бежать самой, а ты что-то ждешь, когда нападут. Они не нападают? Есть такая книжка «Охота на самца». Кому надо, кто не замужем, возьмите прочитать. Алекс Лесли, да. Я всем рекомендую, потому что там он меняет мышление, женское мышление. «Охота на самца» Алекс Лесли. Мужская книга есть «Жизнь без трусов» Алекс Лесли. То есть, я когда читал женскую, да, когда, где он раскладывает мужиков, я думаю, ну ты мудак, ты зачем это все рассказал? А когда читал мужскую, думаю, да не может быть, что так прям, что ли? Ты не веришь, что так просто. Тут читаешь, думаешь, на самом деле же у женщин вроде сложно все, а ты у него смотришь, что так просто все. И женщина, когда читает, фу-фу, плюются все вот в этой «Жизнь без трусов», поэтому если не хотите себе настроение портить, не читайте. На самом деле все это. Но я бы рекомендовал две книги, потому что надо знать, как охотиться и как защищаться, да? Ну, в смысле, чтобы не попадаться на какие-то улыбки. Есть такой миф, что женщина выбирает мужчину. Слышали, да? И многие женщины, они очень искренне вы в это верите. Сейчас я вам скажу, вы выбираете из того сектора, который на тебя клюет. Понятно, да? То есть, на тебя 10 человек клюет, ты выбираешь из 10. Но если клюет 1, значит, ну, значит, 1. Но для того, чтобы расширить этот сектор, ты должна сама выбрать мужика. У меня есть такие кейсы, да, вот так, они берут Forbes просто журнал, хочу вот этого. И год-полтора тратят на то, чтобы вот его просто взять. Вот именно вот конкретно вот этого хочу. А вы выбираете из узкого сектора, который ваше поле, вернее, из того поля, в которое вы попали. И поле с годами сокращается. А если ты еще в библиотеке ходишь, то, ну, вообще, нету никого там. И вот смотрите, вот 5-7 лет прошло, вот эта девочка появилась, 3-4 года, там, 2 года она повстречалась, в какой-то момент она говорит, я хочу семью. вообще я сейчас рассказываю схему, вот эта схема, это для того, как выдернуть мужика из семьи и как его удержать. Что делать с этой стороны, что сделать вот здесь. Почему? Потому что, не рассказав, как выдернуть, я не смогу объяснить, как его удержать. А то меня там все, о, а зачем вы это рассказываете? Это что? Люди ездят с двух сторон. И, в общем, смотрите, в какой-то момент она говорит, дорогой, я хочу семью, меня это уже не устраивает, до свидания. И она ему, короче, ну, тупо не дает больше. Что происходит с ним? У него был профицит, да, энергии, и осталось его 20. Вот представьте, 120 и 20 разница. У чувака, вот у этого, жена же сколько давала 20%, столько и дает. Он говорит, дай мне еще. Вот, когда вот здесь перекрывают, он приходит к жене, дай мне, ну. Она говорит, ну, ты 20 лет столько жрал, что ты, ну, иди. Она же не может в один день измениться. И она, в общем, его, как бы, не осознавая на том, что она его уже там последние 10 лет держит на сухом пайке, он приходит, ей там за супом, она говорит, иди, до свидания. Вот что, ел, иди, вот, кори жрал, иди жри. У него нехватка энергии. Вот, чтобы вы поняли, что происходит, вот у него ощущение прединфарктное такое, как будто что-то вот сейчас, вот, как будто сердце остановится. И он вот мечется прям. Что он начинает делать, скажите? Он начинает искать другую. У нас же мужику все просто, на смысле. Здесь не дали, там не дали, мы пошли в другую. И вот он ищет другую. Вот он ищет другую. Одну пробует, вторую пробует, третью, там, пятую. Знаете, что происходит? Ничего. Потому что, чтобы мужчина получил энергию от женщины, надо, чтобы она его хотя бы чуть-чуть любила. А вот эти, как это, скоропостижные связи, они ничего не дают, только забирают. Чаще всего. Теперь что происходит? Если ее коварный план, его выдернуть из семьи, а не то, что, ну, не просто блаша, а чтобы его забрать, да? она каким-то образом скрывается вот здесь, перед ней. Случайно написала, что-то позвонила, или вообще, знаете, есть такие женщины, они звонят с женами, говорят, ты знаешь, он меня так сильно любит, отпусти. Ну, вообще, сука, ну, тупую просто. А если честно, мужик-то это может и любит, но он-то из семьи-то не собирался уходить. Вот в чем отличие мужской и женской измены? Женщина, когда изменяет, скорее всего, браку все уже. Почему я в эту сторону иду? Потому что, скорее всего, она уже предпочитла, вот, видишь, не вру, одного мужчину другому. И там уже вряд ли что-то восстановишь, потому что полное разочарование в нем. А если еще этот понравился там сильно, ну, все. Чаще всего, все. Женщина, когда идет на измену, она понимает, что браку кирдык. Мужик, когда изменяет, он вообще разводиться не собирался. У него мыслей таких не было. А она же хочет. Понимаете? Это как, знаете, в том анекдоте, дорогой, кого ты хочешь, мальчика или девочку? Я говорю, мальчика хочу. Потом она через неделю проходит, я беременна. Ты что, дура? Ты же сказал, мальчика хочешь. Вот из той серии. И вот они хотят мальчика, да? Он начинает поиск, ищет, ищет. Она вот здесь вскрылась, это узнала. Что делает жена? Жена как бы рефлексирует и начинает ему вообще вот эти 20 перекрывать. внимание она начинает злиться, не дает, там еще что-то. Короче, у него ноль становится. И в этот момент, если это не дура, она ему даст. И он останется вот тут. С ней. Так создается новая ячейка общества. Вот так мужиков выводят. Как думаете, сколько времени надо, чтобы вот из семи мужчину выдернуть? Полгода? Ага. Еще? А? Сколько? Короче, полгода приемлемо. год приемлемо. Ну, короче, если сильно срочно надо, три месяца. Если прям очень-очень сильно надо, три месяца любого. Как бы он там не любил. мы... Я когда смотрю, когда мужики вот так быстро из семьи уходят, и думаю, ой, дура, ой, дура. Сейчас я еще прикол расскажу, в чем. Знаете, что это, когда она его заберет, она выкинет уже потом. Знаете, из-за чего? Чаще всего так и происходит, да? Очень редко, когда любовница уходит, там семья нормальная. Потому что она сама не готова часто. Сейчас, я понял. Да, есть связь? Связь между родителями? Да. Ага. Вот эта ситуация. Она, конечно, есть, но вот это вот, все здесь, то, что происходит, это чаще всего людям уже больше 30 лет. То есть, мы можем обвинять там родителей, там что-то этот, но, знаете, в этом возрасте мы уже сами управляем. Отголоски, вот это привет папа, мама, она все равно еще будет, но это уже твои решения созданные. Оно влияет, да, но не так сильно, насколько оно вот... Спасибо. Теперь смотрите. Три месяца. Это еще на кого попадешься? Вон микрофон отдай. Это еще на кого попадешься? Знаешь, когда приходят, вот мы уже любовница там, и ты начинаешь разбирать, да? Я, знаете, один раз такую пару разбирал. Там любовница, она гений, мне кажется. Она обходила нас на два шага вперед. Понимаешь? И я говорю, ну-ка вот так сделала. Она уже вот это сделала. Я думаю, я говорю, слушай, я восхищаюсь уже. Ну, что это там за женщина? И причем очень часто это женщины, знаете, они обычные. Это не какие-то гениальные женщины, не какие-то суперкрасивые женщины. Это есть какая-то мне кажется, это с прошлой жизни вообще какая-то фиговина. Потому что невозможно так, ну вот, не обучаясь, это делать. Потому что каждый шаг заведомо, заранее, она предугадывает шаг мужика. Или шаг жены, что сделала жена, она делает сразу контрмеры. А там фотографию показали, и там как бы кажется, что не сильно интеллекта много. Ну, в смысле, она настолько, знаете, обыгрывала. И как очень часто вот в это играют. Это играют женщины, которые с опытом, которые не знают, что мужчине надо. Это, ну, без женского эго вот этого. Поэтому три месяца. Если такая попалась, надо бороться. Что делать? Такие моменты, что делать. Когда тебя вот тут, как бы там этот. Не нужно перекрывать мужику кислород. Жене. Она должна, знаете, что делать? Максимально взять, выключить детей. То есть не умертвить, а в смысле маме отдать, да? И всю энергию, на которую она способна и внимание, выдать ему вот сюда. Вернуть ему статус-кво вот эти 100% вот внимания и любви. Тогда он останется вот здесь. Единственное, что мужчине здесь нельзя делать, это признаваться ей, что вот это есть. Никогда. даже если она точно знает, что вот это есть, ты говори, нет, не было. А? Ну, дурак. Она может чего угодно нести, а ты не признавайся. Для чего? Вот ты, если с этой женщиной хочешь нормально жить, да, ты должен женскому уму дать форточку, что это неправда. потому что вы в процессе, когда начнете жить, она начнет себя накручивать. Помните, в основном, случай был, когда она к батарее его привязала, яйца отрезала, не помните? Не помните? Это вот лет пять прошло всего там. Она к батарее привязала, на вакуином яйца обколола и кастрировала мужика. Это накрутила она. Понимаете? Понятно, ее посадили, и он там инвалид, но не прищешь же обратно? Все? А сказал фигню какую-то? Может, несерьезно? Если мужчина признался, ему надо прийти, сказать, что это вранье. То есть, вам нужно договориться, если вы оба хотите жить вместе, вам надо договориться, что при любой ссоре, когда это всплывает, кто-то должен наследить, сказать, что это неправда. Я другого хода пока не знаю, потому что в ином случае это должна быть капец какая духовная. Или безнравственная. Понимаешь, там либо свинг-вечеринка, либо, короче, ты духовная все. То есть, высокая проработка духовная, она ведет к пониманию того, что никто никому не принадлежит. Если ты не святая женщина, и ты не можешь себя успокоить, то лучше наври себе и ему, что этого не было. Иначе в какой-то момент из бритвы окажешься у батареи. Понятно, да? То есть, женщине нужно максимум секса и этот. Короче, берете, детей оставляете, его берете и въедете в другую языковую среду. Там, где вообще, блин, ни ты, ни она не понимает. Если кто-то там понимает, короче, тогда в ту среду, где вы никогда не были. То есть, страна, где никто не был. Вы едете с ним вдвоем на месяц и трахаете вот так, как никогда не трахали. Везде. И вы вернетесь полноценной семьей обратно. Все. В смысле, не хочет. А? Он говорит, что не хочу? Ну, значит, надо наработать над собой. Есть два момента. Смотрите, мужчина не хочет. Либо ты не привлекаешь, либо он не может. Если он не может, сначала к врачу, потом тогда на Гуа. Где-то к 40, вот к кризису среднего возраста, почему у мужчины срывает, он начинает гулять, потому что ему кажется, что все уже, ну вот, ничего не вернется, либидо падает, и пока оно стоит, короче, надо бегать. И он начинает бежать куда-то, сломя голову. Поэтому для женщины, для развития сексуальности, что-то есть, библия секса, есть, да, книги, есть, там, поцелуй матки, научитесь обязательно. Вот поцелуй матки, кто не знает, что это такое, загуглите, посмотрите, научитесь. Это умеет 3% населения планеты Земля. От такой женщины не уходит никто. Это что делать? Я должен сказать, что делать, чтобы мужчина не изменял? Поцелуй матки. Это не в Петропавловске, этот один говорит, ты понимаешь, что ты женщинам объясняешь, как надо трахаться? Ты же мужик, ты что? Я говорю, это просто дошло до абсурда, потому что, ну, не знаю. Поэтому есть такой этот, матекчиа, даосские практики любви. И там вот этот поцелуй матки, вот это все там есть. Вы или тренинг найдите, или книгу купите, и по книжке можете чуть-чуть потренироваться. Это очень близко к вакууму, если кто вакуумом делает, короче, это что-то там рядом, кто делает вакуум, быстро научитесь, просто прочитайте, и все. И ты зато богиня потом. А после богини потом могиня будешь, которая могу все. мужчина от такой женщины не уходит, потому что повторить такой секс с кем-то другим нереально просто. Потому что таких женщин очень мало. Это конкретное, это конкурентное преимущество, знаете. Вот. И, в общем, вот так мы все выходим. Вот эту схему себе вот, ну, прям в голове сейчас отложите, потому что следующая схема к этой придет все равно. Вы просто не представляете, сколько здесь информации. Стираю все? Это других любовниц, когда он искал, помнишь? Вообще, по большому счету, жена должна сказать спасибо любовнице, потому что она, ну, какое-то время все равно за ее счет жила. Так или иначе. Мне в Инстаграме за эту фразу чуть не убили жены чьи-то. но она как бы дает же вот это, а деньги он несет той, ну, жене, да, и поэтому такое. А это и обидно в какой-то момент становится. Здесь смотрите, опять, идеальная семья. Так, ее красную сделаем, да? Любовница была зеленая. Это человек, когда рождается, есть такая теория контуров. Слышали, не слышали? Ну, в общем, их всего шесть контуров. И первый контур это наши родители. То есть, когда ребенок рождается, он попадает в первый контур. Вот сюда. Девочки, субъективно и даже родной братишка он попадает во второй контур. То есть, он, вас двое не может быть двоих. То есть, для самого человека его родной братишка или сестренка они попадают вот сюда. Вынесем пока сюда мальчика. Второй контур это родственники. Это бабушки, тети, дяди и еще там полторы тысячи человек. Как у нас. Обычно принято. Родственники. Второй контур у нас кто? Третий контур. Третий контур друзья. Четвертый. Коллеги. Пятый. Соседи. Шестой. Он нашел. Умершие. Людей, которые уже умерли. Ну, их рядом нет. И, знаете, в чем, я не знаю, подвох, или я не знаю, кто так пошутил над нами, но чем контур ближе, тем он менее ценен для тебя. Физически он ближе и он ценнее, казалось бы, но для психики чем дальше, тем вернее. Ценность идет вот так, с увеличением от центра к краю. для ребенка, для ребенка братишка ценнее, чем родители. Ну, мы с ними играем больше, чаще, да, как-то этот. А хоть для кого? Это у всех одинаково. Потому что, что, мужчина эгоистичная тварь, или что? Смотрите. Нет, это у всех так. Сейчас объясню. Мужчина сам по себе, мужчина и женщина. Сейчас смотрите, поймете. Вот у вас ребенок потом в какой-то момент вытесняет своего контура первого родителя во второй контур. Вот это происходит примерно в период 12-16 лет. 12-16 лет. Ну, 18. У маминки вот эти ярки-бала, которые есть, 42, и то еще не произошло. То есть, не оторвали еще. На самом деле, в многодетных семьях и азиатских, в частности, вот, но у нас, допустим, вот, пять детей, да? Вот когда замуж будете выходить, я вам сейчас подскажу, за кого вы. Вот, пятеро детей. Есть самый старший, главный, да? Старший и младший в ярке. Вот за вот этих двух лучше замуж не выходить. Брать надо вот этих средних. Они более-менее счастливые, иногда скидываются на квартиру яркиша, но это не так сильно беспокоит. Когда ты выходишь замуж за старшего, он работает и много зарабатывает, но тебе ничего не достается, он все отдает родственникам. И ты когда думаешь, что у него сейчас еще племянников 20 штук родится, ты даже, бля, и же еще в школу надо потом, да? То есть, вот этот, мама так воспитывает почему-то у нас, что он должен всех вот этих поднять, особенно, особенно младшего. Да? И это вот, так происходит, потому что вот этого не произошло, она не отпускает. Но почему-то нагружают старшего, это причем, это в Казахстане везде. Вот от регионов это не зависит. Единственное, западный регион Актау, Атрау, вот этот Актубе, да, здесь старшего грузит мама. Ты должен, ты должен, она говорит, что ты мне должен, а потом она отдает. Не на них сразу, а сначала мне, потом всем, ну, потом я сама отдам. И западный Казахстан, вот это удивительно, что там матриархат. Там единственное, не под женой все лежат, а под мамой. Там мама очень властная всегда. Ну, чаще всего, чтобы не обобщать, но вот. Что происходит со старшим? Старший из-за перенапряжения, что он постоянно работает, это где-то 45-55 лет, очень часто он уходит из жизни. Там инфаркт, инсульт, еще какая-то херня. Очень часто. Это не обязательно так, ну, как бы, большой процент от этого. Еркеша, вот этот, вот этот, он 45-55 лет еще не нашел себя. Не знаю, чем заниматься, что-то не хочу. Там, ну, вот, как-то он очень такой вальяжный, и здесь очень много игромании, наркомании, вот этой вот, всех маней там. Почему с ним так происходит? Потому что ему не дают принимать решения. Человек, когда принимает решение какое-то, потом он сбывается, он получает кайф от этого. Да, серотонин, там, все дела вот эти. Когда у тебя, он не умеет, не имеет права принимать решения, у него нет определенного количества счастья просто. И он тогда начинает играть, наркоманить, бухать. Вот ему неинтересно поэтому. Казино единственное, где можно. Или в танчики начинает играть. Видели мужиков, да? В танки играют. Обалдел я просто. У меня братишка говорит, давай, давайте встретимся, чай попьем. Он говорит, я не могу, у меня сборы. Ты дурак, ты что, военный, что ли? В танках виртуальные сборы. Я говорю, это дебил, блин. Понимаете? Поэтому вот это. И вот эти более-менее счастливые. Если это единственный сын, то упаси Господь, честно. Потому что это не оторвешься никогда. У нее может быть там трое детей, там три дочки и там сын. Если сын вырвется, то она возьмет самую, ну вот, кто не успеет убежать, она к себе. То есть кого-то она все равно ушатает. Поэтому лучше вот валить. Это помните американский фильм, где дети в гости пришли? И она говорит, я знаю, вы потом не уйдете, да? И она помните, дверь закрыла и домой их не пускала. Вы говорит, останетесь навсегда, а то мама выгоняла детей. А у нас не выпускают, у нас снаружи закрывают. Ну, в смысле. А? А фильм называется? Это сцена мемом ходила, просто я... Вот. Теперь дальше что происходит? 12-18 лет происходит естественный отрыв от родителей. Это вот этот переходный возраст, Кубертат, да? Вот. То есть когда половые гормоны созревают, он берет и родители перемещают сюда, на второй контур. И они уходят оба вот сюда. Папа с мамой. И в этот период что нужно сделать? Нужно оставить ребенка в покое. Не в том плане, чтобы его вообще бесконтрольно. Свобода должна быть контролируемая, да? То есть ты потихоньку даешь свободу. Вот он там за хлебом сходи, еще вот это сделай там. Сам там... И потихоньку ты ребенка нагружаешь ответственностью. Тихо, тихо. И естественно он сам отдаляется. И это нормально. Очень многие мамы начинают истерить, да? То есть он что-то скрывает, он, наверное, в плохой компании, да? А ребенок просто остался один. И вот это, когда в комнате что-то взорвалось в этот период происходит, да? Когда мыться перестает, это вот этот период. В этот период не нужно его прям грузить. У него так плохо, оставьте его. Когда он придет жаловаться, выслушайте. Но сильно туда не грузите. Вы можете спросить, что ты думаешь, и он тебе скажет, если нет, то и не надо. То есть максимально его... Теперь в этот период первая любовь примерно, да? Вот, ну... Вот представьте, родители всегда были здесь. Теперь родители он сам вытолкнул, и теперь он остался один. Из-за этого вот эта агрессия, злость, непонимание, страхи какие-то у ребенка нарастают, да? И здесь появляется она. Ну, опять же, кто так устроил, там прикалываются, наверное, над нами, я не знаю, для того, чтобы уроков больше было. В этот период девочки издеваются над мальчиками. Да? Мальчики за вами бегают, а вы такая, я не хочу, я не такая, иди ты этот. То есть, вот этот период, когда вы выбираете, когда спектр очень большой, и та девочка, которая попадает вот сюда, она с ним может поиграться, и потом его... Да? И вот в такие моменты происходят суициды, потому что ты заполнила как бы все пространство энергетическое и наполнила любовью, и он только захотел жить, и ты его бросаешь, ему неохота жить. Ему кажется, что такого больше не будет. На самом деле вранье еще много будет. У девочки происходит то же самое, только сюда она приводит мудака какого-то, да? Вы же не влюбляетесь в нормальных пацанов, да? Вы почему-то всегда хулиган какой-то там, да? Сорви голова какой-то, вот вещи непонятные всегда, ну часто так. И он делает с собой то же самое, и он всегда старше. Это тот, который эту боль уже испытал, и он теперь мстит, и он тоже потом бросит. И так мы эволюционируем в отношениях. Это, в принципе, нормально. В брак мы приходим слегка побитые уже. Часто, да? Теперь смотрите, брак. Очень часто что происходит в Казахстане, да? У нас от девочек почему-то родители отказываются очень быстро. Заметили, да? Типа, в доме гость, там еще что-то какую-то фигню накидают, и, короче, иди туда, твоя семья теперь там. Я вообще, вот честно, ну, 20 лет она жила, жила, вот моя семья была, а теперь моя семья вот эти незнакомые мужчины с женщиной, ну, и там еще полторы тысячи родственников. И что происходит? Она остается одинокой, да? Ее дома как бы отвергли, а суда ее еще не приняли пока. И в какой-то момент она такая, ну, вот, ну, цветочек в порурубе, да? Не понимает, что делать. Теперь представьте, она влюбилась в мужчину и вышла замуж за мужчину, у которого не было, не произошло сепарации от мамы. Даже часто, вот в Ирке, допустим, это же, это же жопа булада, если честно. Вот смотрите, теперь, здесь теперь мама, да, с папой желательно. Потому что, когда мама с папой еще терпимо, когда одна мама, это трагедия на самом деле. потому что папа иногда шаполаг даст маме и, короче, ну, как-то успокаивается все, ну, спокойно становится дома. И вот так, представьте, вот она, вот так. У него первый контур, это его папа с мамой. Да? Для него семья, это моя мама и папа. А для нее семья, она хотела, чтобы он был. но он ее не берет. Ну, в смысле, как-то ты этот. Мало того, мама с папой еще не принимают, да, ты не так делаешь, не так села. Я вообще, это понял, так это, ну, чуть, какие-то происходят иногда утрированные, мне кажется, вот, ситуации, потому что иногда, мне кажется, как будто они специально так делают. Ну, в общем, короче, что происходит? Она рожает, рожает, детей сюда принимают, ее детей, а ее сюда не запускают. И таким килинком, знаете, что говорят? Ты, короче, иди, мы, если будешь выпендриваться, мы тебя поменяем, другая придет, что-то, последняя женщина осталась, что-то. И та вообще не понимает, что произошло, да? Она и к маме с папой не может пойти пожаловаться, да, по этот, и здесь ее не понимают и не принимают. И вот это очень большая трагедия, вот для этой, вот для этой женщины. Вот это. Что ей делать надо? Ей каким-то образом, я не знаю, как, нужно оторвать сына от мамы. Невероятным образом, потому что, когда она будет оторвать, это с кусками мяса будет оторваться. Это очень больно, да? И это будет такая ругань, она так рубиться за своего сына будет, вы не представляете. она как волчится за своего этого волчонка. Если единственный старший, это капец. А если еще мужчины нету, допустим, отца, ну, как бы мужа, если нету, она вообще никогда не отдаст. Это, знаете, задача невыполнима. Смотрели? Вот эта задача почти невыполнима. У него оторвется хер, и он останется. Здесь очень, я, знаете, как рекомендую, вот взять материнскую любовь Некрасова и потихоньку подсунуть всем. в этом треугольнике, кто участвует. Маме, заловкам, этим, там кого там, самой прочитать, да, и просто подсунуть всем. Папе дать тоже. Потому что нужно, знаете, как вирус это распространять, мне кажется, надо, чтобы в головах у всех было понимание. Потому что мать, когда так делает, она искренне думает, что она делает лучше для сына. Понимаете? Там же нет такой задачи, а я тебе сейчас ученым жизнь испорчу, да? То есть никто с таким желанием не делает. Все делают из благих побуждений. Даже Гитлер, вы его почитаете. Читали когда-нибудь Майнкрафт? Там ужасные вещи он пишет, ну, в смысле, он сделал ужасные вещи с идеальной идеологией, мне кажется, да? То есть, ты читаешь, думаешь, блин, если бы я в то время немцем был, я бы, наверное, тоже пошел. Потому что если бы у нас с такими идеями кто-то появился, ну, наверное, тоже вся страна пойдет. Но привело это к ужасающим последствиям. Но все делалось из благих каких-то намерений. Вот. И теперь получается, что вот, ну, вот, очень многие делают, да, они берут детей, забирают и съезжают на квартиру на другую сама. И он потом живет на два дома на какое-то время. И, короче, вот эта вот ночная кукушка должна перекоковать вот эту дневную. То есть, вот здесь поцелуй матки, я думаю, поможет. Да? То есть, и тогда потихоньку, потихоньку вы выйдете из семьи, то есть, он выйдет, и у него не испортится отношение с мамой через где-то год надо на восстановление взаимоотношений после того, как ты ушел. Она будет говорить, ты мне не сын, там, или там, ты мне не дочь, я тебя ростила, ростила, а ты меня, сучка, бросила. Понимаешь? То есть, она будет всячески манипулировать и держать. Если мужчина не хочет отдельно жить, ему это сильно в голову, это бесполезно тогда. Ты можешь его как-то стараться переубеждать, но на это нужно время и твое терпение. Это изначально, вот самый простой, это вот посередине взять кого-нибудь, потому что местами они иногда путаются, знаете, иногда не всегда старше ответственной. Она возьмет самого ответственного из пятерых, она возьмет самого больного из пятерых, виркешу. То есть, кто в детстве болел, и она его раз, и все, и она в этом потом живет. А самого сильного она будет грузить, ты всем должен в школу, мне как-то я в прямом эфире это рассказал, и на следующий день приходит девочка, и типа, я к вам на сессию. Когда вы сказали, что они еще родят, племянников еще надо будет там содержать, она уехала, короче, куда-то там, я не помню, то ли в Венгрию, куда-то там быстро она как-то уехала. Понимаете, она говорит, я поняла, что я так больше не могу, она взяла себе трудовую визу и мотанула в Европу, я говорю, ты язык знаешь, нет, как-нибудь выживу, уехала, еще не вернулась, не знаю, уже два года прошло, жду вести. Иногда младший самый ответственный, но я говорю, мама выбирает самого ответственного, который должен всем, вот главное не перепутать, вот в этом не запутаться, потому что вот эти вот старшие, младшие, это чуть образно это, чаще всего так, но может быть по-другому, смотри, не ошибись. Поэтому, теперь смотрите, вот сепарация не произошла, вот женщина вот эта, если она так проживет больше 20, 30, 40 лет, это будет очень токсичный, обидчивый на всех человек, агрессивный. Она будет внутри на всех обижаться, она может не выговаривать, но у нее уровень вот этой агрессии и обиды внутри будет очень высокий. И такой женщине очень тяжело потом создать, ну вообще таким людям уже тяжело. Там здоровье сыпаться начинает где-то в 45-50. Там, ну, везде вот прям все треморит. Теперь, допустим, другая модель. В Казахстане она реже, но все равно есть. Эта модель больше такая европейская, что ли. Таких ситуаций очень много в Украине и в России в таких семей. когда дочка не сепарированная от мамы с папой. Вот здесь чаще всего мужчины нету, либо он очень конкретный, нету права голоса у мужика. У него права голоса, он ничего не этот, и он, ну, короче, там. У нее единственная дочка или там как-то этот, и она ее держит рядом с собой. В этом случае, в этом случае, здесь сильно страдает мужчина. Если там сильно страдала женщина, вот здесь сильно страдает мужик. И когда она рожает детей вот тут себе, она себе рожает, вот она прям в прямом смысле рожает себе. Потому что мама говорит, ничего страшного, я сама вырастила, и ты сможешь, я тебе помогу. И с первых дней брака мать, она ревнует дочку сюда, и она ее потихоньку, потихоньку выпинывает. она не принимает его сюда, его используют как биоматериал просто. Чтобы просто кто-то родился у нее, и все. И его в семью не пускают. Он может там прыгать где угодно, что угодно делает, для них разбиваться, его сюда не пустят. не пустят. он в таком подвешенном состоянии, в полу-в полу, может жить годами тоже. Они вроде, он не муж, а вроде и муж. Вроде ему не дают, а вроде иногда дают. Знаете, ну вот, и с детьми они встречаются, и все, этот хорошо. Но семьи нету все равно. вот здесь мужику как бы не нужен. И вот здесь она его тоже не отпустит, вот этого мальчика. Когда он вырастет, она не отпустит его. Потому что с сыном отношение создать проще, чем с мужчиной. Потому что сын никуда не денется, а мужик может уйти. И поэтому всегда есть страх, что бросят. Если я не хочу, чтобы меня бросали, тогда мой мужчина это мой сын. И такие женщины говорят, что я живу ради своего сына. Это самый несчастный ребенок, который может быть на планете Земля. Когда мать живет ради сына. Про дочку? Ну это тоже такой перекос. Это знаете, когда сильная связь между сыном и мамой, это Эдипов комплекс называется. Это инцест, когда среди богов Эдип с мамой переспал. А когда есть связь девочки с папой, это девочка электрокомплекса в психологии говорят. Это такая связь, когда ему другая женщина не нужна, то есть он с женой не выстроил отношения, зато с дочкой хорошие. И вот он дочку всегда ревнует, он не дает замуж и выходить, все детьки у него мудаки, короче, он не приемлет, не принимает. Это очень редко. В Казахстане я там один-два раза приходила девочка, когда с папой связь такая сильная была. Двоих, троих знаю. Очень тяжело от этого. Знаете, в чем проблема? Это когда на такой девочке женишься, ты должен быть лучше, чем папа. И потом это не останавливается, и он с папой будет постоянно ругаться с твоим. Они будут письками верятся, у них будут соревнования. Кто лучше на перегонки? Такие себе отношения тоже. Но материально зато подпрыгнут оба. А теперь представьте она несепарированная и он. Вот это тоже очень часто у нас бывает. И здесь война. тут мои собственники лучшие. отчеты от твоей родственники нас один раз на бешпармак позвали, а твои три, а там этот, а мне там квартиру подарили, а мою машину зато, а мои зато нас на курорт. И вот это на самом деле где война. Это вот между этими двумя нехорошими женщинами. Вот этими. Между мамочками. И они сюда в уши дуют, и он здесь говорит. Ей это вдует, и он здесь говорит. вот это точно разведутся. Либо им двоим нужно взять, сепарироваться от родителей и уехать куда-нибудь в другой город или лучше в другую страну, где нет ватсапа. Ну в Дубае, да. И надо отвечать на смс. Вот кому надо убежать в Дубае работает ничего. Ватсап. Понятно, да? Это вот материнская любовь Некраса вот в схеме, она будет у тебя прямо в голове постоянно. То есть ты должна понимать, где ты находишься. Как будет, как не будет, что будет с тобой, с сыном, с ребенком, с мужем. В общем, детей надо отпускать пораньше. Если ты взрослее, чем 20 лет тебе, да, и ты живешь с родителями, беги. Если твоему ребенку больше 20 лет, и он живет с тобой, выгонит нахрен его из дома. Пусть живет, как хочет. Очень многие говорят, а куда он пойдет? Он работает, да? Ну, вот пусть идет, снимет квартиру, а что он будет кушать? Ну, и будет иногда приходить, ничего страшного. Но пусть живет отдельно. Чем раньше детей вы выгоните, тем быстрее они станут самостоятельнее, тем быстрее они станут сильными. я вот сейчас такой смелый говорю, у меня вот дочке 16 сейчас, скоро надо будет ее птюм. Знаете, как страшно? Боюсь тоже, но придется теперь проходить новые этапы взросления. Стоит ли, короче, сейчас повторю вопрос, стоит ли покупать, помогать детям с покупкой квартиры? Во-первых, нужно смотреть на самого ребенка. И это очень зависит от того, насколько рано ты начала приучать его к деньгам. У детей где-то с 6-7 лет должны быть свои деньги. Потихоньку свое. Это я научился у Радислава Гондопаса. Гениальный вообще способ манипуляции с детьми, это вот деньги, когда у них есть деньги. Первые деньги они просирают. То есть ты даешь им 10 тысяч деньги, в конце дня их уже нету. как у него сын сделал из 100 долларов закладку в книге, короче, ветер дунул, 100 долларов улетело, просрал. Это почему? Потому что он не научился эти деньги ценить, у них нету ценности в голове. И ты ребенка начинаешь приучать деньгам, то есть у него сначала появляются деньги, потом подростковый период, когда ребенок перестает, ну вот, знаете, им кроссовки купишь, через неделю им как будто 200 лет, да? они футболами играли, я не знаю, там в туалете что-то ковыряли ногой, ну непонятно, что они там делали, кроссовки убились. И ты говоришь, если ты хочешь новые кроссовки, ты покупаешь за свой счет. То есть я тебе как мать или как родитель, я тебе покупаю кроссовки, но если ты их ушатываешь, ты себе точно такие же покупаешь за свои деньги. И все, один раз он купит кроссовки за свои, они будут очень долго они носят детям, кого-то приучила, квартиру можно покупать, но можно первоначалку дать и пусть потом сам выплачивает, если тебе работает. Но это цинизм тоже такой, небольшой родительский. Можно просто купить, но не переписывать, сказать, это вам пожить, потом вы там что-то это себе, потом купишь другую. Это вот так. Но очень часто важно дать путь. Но сегодня, мне кажется, еще знаете, мы же олдскульные, квартира, это же для нас дорого, квартира, для них сейчас как-то так оно. Но это же гигиеническая норма иметь квартиру, да? В этом нет ничего такого, ты можешь купить квартиру, пусть они живут, потом они вырастут сами, или переедут в другой город, или в другой город, непонятно. Но можно, если прям душа болит, сильно может. Но нельзя содержать, то есть не надо им каждый день давать по 2000 долларов, чтобы она жила, и так 5 лет продюсит, она не устроится на работу никогда. у них должны быть свои цели и задачи. Потом периоды, этапы жизни сейчас тоже чуть пробежимся. Этапы жизни, они немножко отличаются, они вызовут некое возмущение у женщин, потому что они немножко у женщин эти этапы чуть другие, но для современной женщины вы можете какие-то этапы совмещать, но это все равно будет тяжело. Я просто знаю, многие от этого страдают, что они не успевают. Я детей рожаю, профессии нет, что мне делать, я дома просидела, я никто. Твои дети это же круто все равно. этапы жизни. У мужчины где-то до 33 лет, мы сейчас проскочим, переходный возраст и так далее, с 27 примерно до 33 лет он должен заработать деньги. Здесь на первую очередь выходят деньги на первый план. У женщин там семья, там дети уже, семья чуть раньше, потом дети. и же воспитывать надо, они же сами не растут. У женщин семья. С 33 до 44 примерно вот этот период это духовность. Это у всех духовность. Кто денег не заработал до 33, не все же зарабатывают деньги до 33, кто заработает с 33 до 44 как проклятое, вот как я примерно. Потому что ты начинаешь зарабатывать за 20 лет сразу. Ей нужно потому что свой пробел восстановить. и здесь пашешь. Пашешь. Но из-за того, что ты не успел заработать вот тут, ты убиваешься здесь, тут садится твое здоровье, вся фигня у тебя летит. 44 ты же духовностью не можешь заниматься, ты не можешь работать и быть духовным. Это немножко две разные функции. И к 44 годам ты приходишь более-менее обеспеченный, здоровье ушатывается и если ты вовремя не переобуешься и не уйдешь в духовность, здесь твоя жизнь закончится. Поэтому очень много смертей где-то в этот период 40-50 лет как Некрасов говорит, это основной урок в жизни. Это 40-45. Мы проходим. Есть кому вы сейчас за 40 поднимите руку? Кому 40 плюс клуб давайте откроем сейчас с вами. Помните как после 40 как-то что-то сразу испортилось все? Вот ты еще вроде здоровый вчера был в 41 или в 42 просыпаешься и у тебя ощущение что все сыпется. Я вот два года назад так проснулся. Это даже анекдот такой есть, что если после 40 ты проснулся и у тебя ничего не болит, умер. И вот в 44 в этот период у тебя криз среднего возраста, у тебя здоровье начинает сыпаться, и ты не можешь себя собрать. Но это года на два ты потом собираешься и у тебя опять вторая молодость. То есть у тебя включается потом. Если ты не успел, значит извини. После 44 вот сюда вот дальше где-то до 60 лет идет масштабность. масштабность. У женщины здесь выходит женщина где-то после 40 начинает зарабатывать без ущемления каких-то других сфер жизни. Вот это светская львица Некрасов говорит. Когда ты уже зрелая но красивая когда ты зрелая и богатая и уверенная женщина в себе. Это женская. А у мужчин масштабность. То есть ты зарабатывание денег должен уйти в масштабность и духовность. То есть какая-то польза обществу должна быть от твоей деятельности. как бы ты должен доказать что ты миру нужен зачем-то. Я маме год назад говорю мам я говорю что-то если так плохо после 40 чувствую она говорит Игорь ты просто не знаешь что такое 60 семья там дети да ну вот если она дойдет но вы быстрее зарабатываете если у тебя не будет семьи ты быстро заработаешь деньги просто ну женщине видите вот смотрите даже социально да вот сейчас смотрите мужчина 40 лет богат одинок детей нету семьи нету пароходы острова у него классный мужик а женщина богатая успешная бизнес бизнес woman одинокая без детей как вам видите даже социальный статус сразу падает для женщины статус замужем он дает немножко high level для мужчины не важно очень многие уходят вместо того чтобы в отношения войти они уходят в бизнес и достигают больших успехов но вы знаете если вы посмотрите вот так глобально на жизнь отстранена то такие женщины приходят к такому а для чего потому что они начинают помогать племянникам куда-то свою любовь эмпатию надо давать племянников начинают помогать их растить и они потом уходят и ты остаешься все равно одна и ты думаешь ну на это все очень много знаете вот есть девочки которые вышли замуж рано в молодости родилась сына допустим в 19 лет потом не развелась брак не получился и теперь ей 40 она одинокая и сумма там 20 и в принципе ну как бы нормально а есть такие женщины которые не рожали и 40 лет и она одинокая детей нет никого нет они больше страдают чем те у кого сын потому что у кого сын или дочка есть они такие она у меня хоть там есть там моя нормально и все завидуют что уже взрослая у нас есть друзья которые знаете родили вот недавно детям по 2 по 3 года а им по 40 уже лет наша школу заканчивая 9 класс они в школу собираются только они не идут а только собираются и а вы с кем детей оставили мне кажется это должно быть своевременно особенно для женщины мужчина все равно имеет определенную свободу даже когда есть дети женщина эту свободу не имеет потому что вы когда рожаете лет на 20 вас как пригвоздили к кухне и вы оттуда очень сложно вырваться можно быть конечно счастливой убегать на 5 минут куда-то но это не будет той свободы которую получает мужчина и одно дело твоя несвобода в 25 и другое дело твоя несвобода в 45 когда ты в 45 родила у тебя еще сама разваливаешься еще дети от тебя что-то хотят мне кажется рожать надо чуть-чуть пораньше это мои сексистские символы такие не даю разве это мы недавно с девочкой разговаривали 24 года она говорит я пока детей не хочу я говорю ты знаешь ты посчитай просто если родишь в 35 в 20 лет твоему сыну тебе 55 уже будет ты что можешь ну как бы а в 40 родишь я говорю без 60 будет замуж выдавать больше или там женить поэтому мне кажется лучше рано у меня есть братишка который у него отец женился в 17 лет по-моему или в 19 лет и я помню он институт заканчивал отцу было 37 представьте что-то такое было я на него смотрю я думаю как вообще такое возможно и отец в силе и ты уже можешь что-то принять да ну классно эмоциональные блоки они возникают у людей по той простой причине что люди исторически да то есть если что вот ты идешь в лесу если что-то хрустнуло сзади да у тебя мышцы напрягаются то есть когда ты боишься у тебя вся кровь уходит в мышцы то есть в руки в ноги да и иногда это идет в ущерб мочеполовой системе это идет в ущерб пищеварительной системе и мозговой активности то есть вся кровь с мозга с желудка с мочеполовой системы уходит в мышцы для чего потому что если это тигр и от него надо убегать если это косули то за ней надо бежать то есть либо ты ешь либо тебя и ты все равно эту энергию куда-то вдеваешь из-за этого когда мы испытываем стресс и страх у нас тело сжимается кровь оттекает в мышцы там в ноги в руки и куда-то из-за этого у человека у кого высокое количество стресс сильный у него снижается мозговая активность пищеварительная система и мочеполовая то есть если у тебя нету половой дисфункции значит у тебя нету стресса это еще не стресс это просто переживание но когда у тебя начинаются проблемы с мочеполовой системой с пищеварительной системой и с мозговой активностью вы слышали у меня что-то память пропала я не могу запомнить номер телефона или что-то такое это стресс и когда у человека высвобождаются вот эти вот блоки кровь начинает циркулировать нормально и она опять идет туда в мочеполовую пищеварительную и мозговую активность то есть кровь начинает поступать в мозг и у тебя улучшается память у тебя улучшается пищеварение у тебя улучшается повышается либидо если брать психосоматику допустим вот делим человека пополам правая сторона это все что отвечает за бизнес и взаимодействие с мужчинами если ты мужчина это то что отвечает за твои взаимодействия с собой как мужчиной то есть доволенные собой как мужчиной или нет то есть это вот это у женщины левая сторона это женская и ее в самоощущение себя как женщины то есть все что твои там ударилось поцарапалась, синячок там с левой стороны, это все твое непринятие себя, либо непринятие своей мамы, либо ты рубишься с какой-то женщиной-другой. Это конфликт с женщиной. Руки, это не принимая то, что я делаю. Ноги, это я не хочу идти или не хотел идти. Почки, это страхи. Правая почка про мужские страхи, левая почка про женские страхи, правый придаток это женские страхи про мужчин, левый придаток это женские страхи про себя как про женщину. Глаза нежелания видеть, то есть когда у тебя ячмень на правом глазу, это где-то есть мужчина, который ты не хочешь принять. Есть такие, знаете, вещи, когда даже увечья получают из-за того, что кого-то не принимают. Отца не принимает сильно, там еще что-то там, то в глаз получит, то ячмень, то еще. Шея, вот плечи и шея, когда затягивает, это болит, если про тебя говорить, это гиперконтроль. Это человек, который контролирует, хочет контролировать всех и тащит на себе чужие проблемы из-за этого. То есть она смотрит за всеми, контролирует всех и поэтому вот тянет затылок и вот шею. Вдове горбике или как он? Это вот это тогда, когда ты тащишь на себе чужие проблемы. Это раз. И второе, это еще лишний вес бывает, потому что у людей, у кого лишний вес, он выходит автоматически. Там у худых людей он есть, но незаметно. То есть это защемление позвонков, на самом деле. То есть это спазмы, это когда ты испытываешь стресс, спазмируются вот здесь мышцы и он выщелкивает тебе в эту шею и у тебя выходит в холмик. На самом деле, вот этот вдове горбик, это же шейный остеохондроз и там есть такая штука, вот эти позвоночники, вот эти остистые отростки вот так у них стоят. Я вам сейчас объясню, почему объясняю, потому что есть такая ложная немножко штука и вот это межпозвоночные диски. И вот в этот холмик, знаете, что происходит? У вас происходит смещение вот этих вот сначала позвонков, он смещается вот так. Допустим, вот этот, да? Вот так он стоит. И смещается вот этот вот сюда. Вот здесь из-за компрессионной нагрузки вот это сдавливается и выходит вот сюда вот так. Да? Межпозвоночный диск. И вот это грыжа называется. По идее, нужно поставить позвонки на место и потом, в общем, оно восстановится. Если этого не сделать, а делать просто массаж, как мы привыкли, да? То есть мы же ходим на массаж, чтобы нам здесь легче стало. И нам действительно два-три дня легче. Потом оно... Что делает организм? Для того, чтобы вот это не треснул межпозвоночный диск. Здесь же микротрещины появляются. Организм посылает туда большое количество соли. Для чего? Для того, чтобы обездвижить вот эти два позвонка. Чтобы не шевелилось. А мы приходим, эти соли разгоняем. И как-то путь, ну, чуть-чуть ускоряет, мне кажется, пришествие грыжи в твою жизнь. Конечно, ничего хорошего не будет, если тебе становится подвижность, позвонки закоксуются. Но мы же сейчас делаем даже операцию, они эти два позвонка сшивают, они просто не гнутся. Знаете, да? На шины ссадят, там жуткая операция такая. Они просто сшивают два позвонка и зато нет грыжи. Но это организм сам сделает со временем, если массаж не делать. Он просто тебя заблокирует, у тебя не будет ничего шевелиться. Это вот на уровне физики. Но это вправляется. Если найдете хорошего как бы остеопата, он вам подправит. Это несложно. Это делает за минуту. Но пока ты не изменишь свой характер, пока ты не изменишься в голове, сколько раз бы тебе не вправляли, у тебя будут слетать. Поэтому вы замечали, да, кто в спину лечит, они говорят, а я уже три раза ходил, а не помогает. Потому что у тебя жизнь не меняется, ты так же стрессуешь, и у тебя из-за этого оно сворачивается. Секс и деньги. В пояснице либо избыток, либо нехватка. Секса и денег. Это нагрузка. Это вообще там агрессия еще там сидит в пояснице. Но секс помогает сильно. Печень – это обиды, когда большое количество желчи, это обиды. Творчество подавленное. Щитовидка – это подавленное творчество. Таким людям. Смотрите, у кого щитовидка, да? Это люди, у которых очень они талантливые. У них много талантливых непроявленных. Это люди, которые рисуют картины и прячут их на чердаке или в подвал. И их нет в инстаграме, у них нет выставки. Этим людям нужно нарисовать картины и сделать персональную выставку. И нужно эти картины продать. Этим людям нужно обязательно проявить свой талант, когда щитовидка выровняется. Гормоны очень сильно зависят от эмоций. И поэтому очень важно выдать вот эту эмоцию. Когда мы эмоции не выдаем, у нас гормональный сбой. И щитовидка – это же сбой гормональный, на самом деле. Смотря где. Смотрите, колени болят. Голень – это обиды в настоящем или страх идти. И стопы – это невидение будущего. И когда я в прошлое не отпустила, в настоящей обоих сети болят колени. И варикоз у людей бывает, знаете, когда 20 лет хотела развестись и не развелась до сих пор. Когда хочу поменять работу и до сих пор не поменял работу. То есть психосоматика, если на самом деле вы можете взять Луизу Хей и почитать, и там вот она до 32-го зуба все разложила уже. Она проделала огромную работу. Кому интересно, я иногда даже в гугл забиваю, там, допустим, психосоматика – это какое-то заболевание Луизу Хей. Она выходит, читаешь, и дальше. Перхоть – это отрицание. Знаете, это люди, которые хотят денег и отрицают их одновременно. Это когда, типа, мне нужны деньги, но не так сильно, чтобы я что-то там за них делал. Или когда тебе дают деньги, и вот они лежат на столе, и уже два часа прошло, и ты до сих пор их не убрала. Это вот перхоть. Психосоматика, насколько я понимаю, даже если тебе кирпич на голову упал – это психосоматика. Если ты шла, споткнулась там и разбилась, короче, и вот смотри, какую сторону покорябала. То есть любые вот какие-то травмы, смотрите, что происходит. Вот пальцы, допустим, на руках. Большой палец – это тогда, когда я не хочу кого-то отпускать. Если это правая рука, значит, мужчину. Женщина, которая хочет разводить, у нее этот палец весь вон порепан. Вся правая сторона. Указательный палец – это все равно, по-моему, будет. Это тогда, когда я свою волю навязываю мужчинам, а вот это женщинам. Пакинговый палец – это подавленная сексуальность. Безымянный палец – это подавленные эмоции. То есть если правая рука с мужчиной, значит, ты не эмоционируешь. Левая рука, как женщина, не эмоционируешь. И мизинец – это не примирение, это обиды. Вот и все. И смотришь, где там какая травма. Плечо? В смысле, оно не поднимается или что? Это прекрати за счет мужчин самоутверждаться. Ты подавляешь мужчин и… Ну, хватит. Вот смотрите, почему психосоматика вообще откуда она берется? Душа всегда знает, что ты хочешь. Да? И она тебя куда-то ведет. И когда ты делаешь что-то не так, душа начинает жаловаться через тело. И поэтому любое твое какое-то вот заболевание или что-то, ну, нужно просто обратить внимание. И руки это не принимают то, что я делаю. И когда болит правая рука, это значит, ну, подавляешь мужчин, если женщина спрашивает. А если мужчина, то подавляешь тоже мужчин и себя. То есть, или кого-то там избил, и потом сожалеешь, и потом болит рука. Итак, где-то есть конфликт с мужчинами, и его надо разобрать просто. Прием. Когда вы попадаете в какую-то ситуацию и не хотите пока разбираться. Ну, бывает же, да, так, что что-то случается, и тебе надо какие-то решения принять сейчас. А не так, там, мне надо проработать травму сначала, а потом вот это что-то сделать. Когда тебе нужно что-то сделать, у тебя вот случилось что-то, задай себе вопрос. Во-первых, очень важный вопрос такой, для чего мне это нужно. Потому что, когда ты спрашиваешь, почему со мной это случилось, тебя закидывают в прошлое. А когда для чего, это вопрос из будущего. И коучинг, он весь про вопрос из будущего. То есть, для чего мне это нужно? Для чего? Что я могу изменить? А как можно сделать лучше? Потом нужно себя проверить, действительно ли я этого хочу. что для этого сделать? Я могу сделать. Я могу сделать. Я могу сделать. У тебя вырисуется здесь план. И когда я это сделаю? Когда? От этих вопросов бывает, знаете, мозг попадает в ступор. То есть, ты раз себе задаешь вопрос, для чего? И думаешь, что-то не для чего, мне вообще это не надо. Что за фигня? То есть, ты опять задаешь вопрос. Потом, что я могу изменить? Ты концентрируешься на себя, что ты можешь сделать. Потом, как можно сделать лучше? Хочу ли я этого действительно? Потому что очень часто цели ложные. Потом, когда ты убеждаешься, что цель это действительно твоя, ты делаешь, что для этого я могу сделать. И у тебя выходит план действий. Когда ты план действий, и обязательно дедлайн, когда я сделаю. Потому что, если не будет завершения, когда я это сделаю, тогда будет всеми дорогами надо бы сделать. Понимаете? Вот эти вопросы себе потом, ну, выпишите и себе потом задавайте. В каких-то ситуациях. Это такой самокоучинг. Он не очень сильно хорошо работает, но, в принципе, можно самостоятельно туда. Знаете, почему невозможно себе сделать терапию? Я же пробовал сам себе. Знаете, пробовали сами себя анализировать? Ты всегда себя обманываешь. Не получается. Потому что мозг, вот, он так устроен, он не идет навстречу боли. Он идет всегда там, где безопасно. И когда у людей спрашиваешь запрос, очень часто они, ну, это неверный запрос. Они очень часто лукавят. Они даже сами не понимают, что это не по-настоящему. Из-за этого, когда человек говорит запрос, мы, когда начинаем работать, мы приходим совершенно к другим вещам. Чтобы беспокоить совершенно не это. Женщина там приходит там, я хочу там денег заработать, а начинаешь ковырять там в семье трэш просто. И нужно семьей заняться, она хочет бизнесом заниматься. Чтобы вообще все по швам там пошло. Мужчины приходят там тоже, я хочу заняться отношениями, а, я хочу улучшить отношения в семье. Чувак, иди работай, хватит уже. Что-то там улучшаешь. Это помните, как советский мультфильм, когда не кидай меня в терновый куст, да? Понимаете, зайца вот этого? Только не кидай меня в терновый куст, его раз в терновый куст. То есть толку от этого мало, это в безопасности, но терапии нету. Поэтому, смотрите, после обеда вы приходите со списком, да? Свои негативные качества. Желательно семьдесят одно. Когда придете, можете друг у друга списать еще, если вдруг. Потом что еще? Основной ложь, в чем я лгу. И желание, да, из трех вот этих. У вас будет время, мы в четыре встречаемся. Хватит же вам час, полтора почти. У вас время пописать будет. Сильно не обидайтесь, потому что будет тяжело, ладно? Так, ну что-нибудь такое легкое. Ну не сто, вот помните? Хотя бы пятнадцать желаний или там тридцать. Ну вот из состояния ума, высшее я и дух. И негативные качества обязательно. Позитивные мы потом разберемся. Сначала негативные. Вы еще друг другу рассказывать будете, вообще ужас будет. Когда будет кто-то читать потом, записывайте, а у меня этого не было. Раз, записывайте. Смотрите, почему негативные качества, да? Вот откуда бы я знал, что такое злость, если я не был злым? Откуда бы я знал, что такое жадность, если бы я не был жадным? То есть все качества, которые у человека есть, они есть в каждом из нас. Чтобы мы понятия не имели, что это такое. И поэтому вот эти вот, у вас будет, я не такая, короче, такая. Пиши. И утрированно, ладно, вот эти вот, чтобы у этой патшей женщины там не было, вычеркните сразу. Продолжение следует. Утрение следует. Откуда. Утрение следует. Все CIA и textbooks в районе. 말씀을erca.